Друзья, сегодня 7 октября 2022 года, московское время 12 часов 3 минуты. Мы начинаем пятый день 27-й российской конференции холодной трансмутации ядер и шаровых молний. И начинаем утреннюю сессию этой конференции. На этой утренней сессии председательствовать будет Зателепин, я, и сессия называется «Шаровые молнии». Первый доклад, это даже два доклада, доклады Бычкова Владимира Львовича. Владимир Львович, включайте свой микрофон, пожалуйста, и начинайте. Презентацию. Включил. Так, теперь нужно найти сюда, вот она. Видно мою презентацию? Хорошо, видим презентацию, да. Спасибо председателю конференции, спасибо оргкомитету за предоставленную возможность выступать с двумя докладами про шаровую молнию. Доклад называется «Шаровая молния наблюдения за 2021-2022 год». Ну вот, как была последняя у нас конференция, за это время накопились какие-то данные по шаровым молниям. И захотелось просто изложить людям, которые будут этим заниматься, и показать, что идет накопление данных по шаровым молниям. Хотя, чаще всего данные не очень интересны не для специалистов, а для специалистов они важны тем, что накапливается общее число наблюдений по шаровым молниям, там накапливается общее число свойств шаровых молний, правда, общее число практически не меняется, свойств, но разные варианты появляются. И целью этого доклада есть познакомить с тем, что появилось за эти годы. Теперь, относительно того, что появилось за эти годы. За эти годы появилось как минимум четыре монографии, посвященных шаровым молниям. Это Бернер, Болл Лайтнин вышла в «Шпрингере», затем вышла в «Макс Пресс», книга Бычкова, посвященная естественным и искусственным шаровым молниям в атмосфере Земли. И появился модифицированный перевод этой книги на английский язык, тоже в «Шпрингер». Непонятно, почему «Шпрингер» рассматривал Бюрингера и данную монографию. Они чрезвычайно разные, и одна противоречит другой. Нужно отметить, что сейчас вышла книга Никитина. Я ее, правда, внешний вид не видел. И вот я хочу сказать, что вот, чтобы я из нее выделил. Цель этой книги – дать объяснение явления природы шаровой молнии на основе существующих законов физики. Шаровая молния известна людям с незапамятных времен. Ее вид, внезапное появление и непредсказуемое поведение были основой считать ее последним древним языческим богом. Более 150 лет ведется сбор данных о ее наблюдениях и проводится научный анализ. К сожалению, этот анализ пока еще не позволил привести к пониманию ее природы. Одна из главных причин такого положения дел – кратковременность жизни шаровой молнии. Нет никакой возможности поймать ее и изучить в лаборатории. При этом в более выгодном положении оказалось другое, неизмеримое, более сложное явление природы – это жизнь. Устройство шаровой молнии Никитина – это электродинамическая модель, описанная во второй главе книги. Он пользуется традиционной теорией электричества, изложенной в учебниках общей физики, и не делает никаких намеков на то, что существуют темные стороны проблемы, которые требуют создания новой физики. Единственное, что он предполагает – это отказаться от мифов, поиска нетрадиционных объяснений, которые больше всего века мешают решению задачи по шаровой молнии. Он доказывает, что шаровая молния – объект, обладающий массой, заметной массой, электрическим зарядом и большой энергией. Он сделал попытку дать объяснение того, как шаровая молния может образовываться в природе, и предложил схему установки для воспроизведения ее в лаборатории. Насколько он правильно угадал, это будет видно из прочтения этой книги. Третья глава этой книги – это объяснение противоречивых свойств шаровой молнии в рамках созданной Никитином модели. Так что вот мы видим, что вышли три книги, каждая по-своему интересна. Берингер, он преследует какую-то идею электродинамической шаровой молнии, которая проходит через стекла. Вторая – в моей книге я описываю состояние дел про шаровой молнии, как я их сейчас вижу. Я там постарался выделить следующее. Я постарался обобщить наблюдения по шаровой молнии, не сконцентрировав их на условиях грозовой активности, а посмотреть широко, где появляются шаровые молнии, в каких условиях, что сопровождаете эти шаровые молнии. То есть у меня получилось как минимум 17 источников или там, скажем, 17 глав, посвященных разным свойствам шаровых молний, в том числе энергии, излучению, форме. Кроме того, появление шаровых молний в Японии, появление шаровых молний в океане, появление шаровых молний в геотектонических условиях. И эти свойства разные. То есть показывается, что шаровая молния... Кроме того, обсуждается вопрос НЛО и его связи с шаровыми молниями. И, естественно, ставится вопрос о том, что или не ставится вопрос, делается утверждение, что шаровая молния не такое редкое явление, как его описывают или как частоту, которая ей приписывается. Надо вспомнить, что когда люди делают подробное исследование времени жизни шаровых молний или частоты появления шаровых молний, то показывается, что частота наблюдений шаровых молний в сто раз больше, чем то, что указывает статистика. То есть предыдущая статистика. Эта работа была опубликована Кёлем из Австрии, когда он делал исследование в какой-то небольшой монтофон равнине, где там он исследовал всех людей, которые наблюдали шаровых молний. Оказалось, что человек, который ходит по земле, может как минимум... который работает на земле, то есть наблюдает часто изменения природных условий, он может видеть как минимум три раза шаровую молнию за свою жизнь. Вот это очень важно. Теперь, что я хотел этим... Это показывает, что, конечно, шаровые молнии, они должны быть моделированы каким-то образом. Поэтому в моей книге я делаю большой акцент на существующие эксперименты, связанные с разными проявлениями плазмоидов или, скажем, долгоживущих плазменных образований. Показано. Я показываю, что существуют такие эксперименты, типа экспериментов Шабанова, экспериментов с долгоживущими струями, долгоживущими плазмоидами. Затем эксперименты, когда вылетают плазменные образования из плазматронов, и они по-разному долго живут. Причем я прихожу к выводу, что создано уже аналогов шаровых молний, как минимум три или четыре вида. То есть один эксперимент Шабанова, второй эксперимент плазмоидный, это группа, когда выделил Климов в свое время и Александров. Затем эксперименты с полимерными и прочими добавками, это эксперименты из Питера, ну, в общем, из Питера, группы из Питера, Сергей Евгеньевич, и эксперименты группы, которая работает во Владимире. Ну, кроме-то этого, я не учу, то есть могу сказать, что производятся эксперименты в Московском университете, где тоже пытаются создать, где мы пытаемся создать долго живущее плазменное образование. И вот эти эксперименты вместе с экспериментами с экспериментами из Санкт-Петербурга, они приводятся в этой книге и подробно излагаются. Более того, в этой книге приводится следующее мнение такое, что вот сейчас исследуются эксперименты, не исследуются, делаются эксперименты Шабанова и многих других, которых занимаются тем, что исследуют этот плазмоид Гатчинского разряда. И практически везде отсутствует понимание, явное понимание того, что происходит электрогидродинамическое течение над областью, где формируется плазмоид, то есть возникает вихрь. Как правило, все... Флайды не переключаются, Владимир Иванович. Что? Флайды не переключаются. А я и не переключаю в слайды. У меня слайды еще я рассказываю просто. Подождите. Видите? Да-да, переключается все, не волнуйся, продолжай. Я говорю о том, что в экспериментах Шабанова и во многих других экспериментах совсем не учитывается газовая динамика, которая говорит о том, что возникает в сложных условиях газодинамический вихрь, который дополняет, или там, скажем, является основой для плазменного вихря, который исследуется в экспериментах Шабанова и других. Так, это я хотел сказать следующее. Затем очень следует отметить работы из Владимира, Фурова, который получил долгоживущее образование, которое имеет размеры до 12 сантиметров, которые живут до секунды, и даже больше, до трех секунд, и которые полностью описываются набором свойств, которые приводятся в книжке Бориса Михайловича Смирнова. То есть, это на самом деле аналог, настоящий аналог шаровых молний, и нужно честно говорить, что уже получены аналоги шаровых молний. Далее. Теперь насчет петербургских экспериментов. В Петербурге в экспериментах... Пирозерский, Емелин, Сережа, который делал. Емелина. Да, я имею в виду в экспериментах Емелина. Были получены впервые плазмоиды небольшого размера, но которые взрывались. И при этом это был первый эксперимент, в котором люди... В котором были получены взрывы объектов плазмоидов, которые долго живут. Причем они жили несколько секунд и, в конце концов, взрывались. Это показало, что можно получить аналог шаровых молний в условиях, когда у нас происходит газовая динамика и с накоплением энергии. Так что Емелин получил первый, получил эти эксперименты, в экспериментах эти взрывы. Хотя можно было сказать, что туда долгое время мы не понимали, как происходит, что вылетает плазмоид из трубки, из полимерной трубки, он летит и взрывается. Мы не понимали, что это взрыв не от того, что там удар идет, а на самом деле это взрыв этого объекта. Ну и потом последнее, то, что я хотел сказать, что именно работы Емелина послужили основой для дальнейших работ по появлению шаровых молний в капиллярных разрядах, где также получены изрывы и долго живущие объекты. Ну, об этом я буду говорить на следующем, на следующей презентации. Теперь относительно данной презентации. Значит, произведен сбор данных с 46 случаев наблюдений на основе опроса очевидцев литературы и интернет-форумов. В данной работе представлены данные, собранные с 2020 по первой половине 2022 года. Всего собрано 46 наблюдений, представлены фотографии, кадры, видео, и особый интерес я хотел отметить, появились снова в интернете обсуждения наблюдения в Дальногорске. Это я в самом конце буду об этом говорить. Выделено пять групп свойств шаровых молний, таких как шаровые молнии, приводящие к пожарам, воздействию и разрушению электрических и электронных приборов, разрушение предметов, стекол, крыш, углов домов, стен домов, деревьев и проделывание отверстий. Появление шаровой молнии зимой, странный, словно шипящий звук, размеры шаровых молний более метра, изменение шаровых, формы шаровых молний при движении и ранение и смерть наблюдателей. Вот, теперь я уже к конкретным. Наблюдение произведено вот североуральски, зимой, человек ходил на рыбалку и вдруг увидел долгоживущий светящийся шар, который он не знал природы, но который его заинтересовал, он сделал фото. Затем, вот летом наблюдали во Владимирской области, девушка вышла из дачи на улицу и увидела тоже долгоживущее образование, это несколько секунд, и там было несколько секунд, и здесь несколько секунд, которая зависла над линией электропередачи. Вот, что было интересное, да, это из газеты «Южный Уралис», был снят на видео огромный шар, огромный шар, который медленно двигался и казалось, что он, если смотреть, тут очень сложно сказать, какое расстояние, но он составляет несколько, предполагается, что он составляет несколько метров. Вот удар шаровой молнии в Якутии, в Бурятии, удар в дом, где он разрушил треть дома. То есть, такая шаровая молния разрушила треть дома, и многие вещи были деформированы. в Петербурге. затем, совсем недавние, совсем недавние наблюдения. В Петербурге наблюдали появление шаровых молний, шаровой молнии, которая закоротила электрическую сеть и существовала. Володя, пожар при этом был в доме? Там был не только пожар, там был в предыдущем, да? Вы спрашиваете в предыдущем, да? Да, да, да. Вот в этом случае. И был и пожар, и разрушение, и всяческие, то есть, там молний, непосредственно линейной молнии удара не было, но тем не менее возникли под воздействием шаровой молнии возникли разрушения комнаты, и в ней возник пожар. То есть, это связано было с шаровой молнией, а не с линейной молнией. Вот здесь... Понятно, спасибо. Вот здесь были недавно еще наблюдения шаровой молнии, вот она у нее порядка метра, тоже диаметр метра, метр, которая закоротила электрическую сеть в Петербурге около площадь... Я сейчас не вспомню, около площади... Ну, в общем, в центре, в центре Петербурга. А вот на окраинах Петербурга тоже была замечена шаровая молния, которая жила 12 секунд. Вот в первом случае это 6 секунд была шаровая молния, а здесь 12 секунд. Далее. Вот очень интересно. 6 сентября 21-го года наблюдали шаровую молнию. Она вот наблюдали, она двигалась как-то, то есть это было на улице, это было в Новосибирске, она жила порядка нескольких секунд, может быть даже 5-6 секунд, и она была достаточно большой яркости и достаточно большого размера. Далее. Вот еще интересная фотография 3-го сентября 21-го года наблюдалась огромная шаровая молния, которая появилась в Екатеринбурге. Там это я только один кусочек, но там в кино, которое там снялось, там было показано, как она вот, огромный вот этот шар передвигается слева направо, и видно, что он живет несколько секунд, порядка 5 секунд, и дальше он не пропадает, выходит из виду, то есть большущий объект. Затем, вот, затем что важно, что зимою Белло в Колумбии был наблюден большой шар, то есть он наблюдался вот где-то появился он не на горизонте среди строений города, и потом он двигался и наблюдался из окна туриста, ну, в общем, такого рода большой объект, около метра, и важно, что он наблюдался в Колумбии 30 декабря 2021 года, здесь, если считать, то это по-нашему, это у них не декабрь, а это где-нибудь лето. Затем, был удар шаровой молнии в дерево, где оно было расколото, было сильнейшим образом расколото, и часть ствола была разбита, это было в Волгограде, и что можно сказать, что это было сделано именно шаровой молнией, а не нелинейной молнией. Вот такой разлом. Дальше. Теперь в Краснодарском крае шаровая молния ударила в компанию молодых людей, 4 августа в четверг была осененная гроза, с неба спустился светящийся шар, ударил прямо в то место, где стояли друзья, и один человек, 34-летний наблюдатель погиб, а двоих отзабрали в скорую помощь в больницу. Ну, в общем, значит, неутешительный вы, то есть, из двух, которые выжили, у двух из них было разрушено кожу. теперь, в Туле 17 августа шаровая молния ударила в дом, где находилась бабушка, дедушка и 10-летний внук, и наблюдалась легкая контузия у ребенка при взрыве шаровой молнии. Дальше. Теперь я возвращаюсь к самому до сих пор загадочному наблюдению. 26 января 1986 года в городе Даниленогорск произошло сенсационное событие. Несколько человек наблюдало движение по небу огромного красного светящегося шара. Как впоследствии рассказывали очевидцы, был шар идеальной сферической формы. Он двигался параллельно земле, периодически взлетая вверх, а потом снова опускаясь вниз. В какой-то момент шар просто рухнул на землю. Взрыва не последовало, был только звук сильного удара. На протяжении целых 17 лет событий в Даниленогорске было предано забвение, но вот в 1989 году исследование возобновили. Причиной послужило обнаружение в том районе шести точек электромагнитного поля кремнистых сланцев. Ученые из Института органической общей химии Дальневосточного отделения провели комплексный анализ находки. Оказалось, что одна часть найденных шариков состоит из плава свинца, а другая из железа. Удивительно, что шарики оказались намагничены, тогда как воздействие высокой температуры должно было уничтожить их магнитные свойства. То есть там нашли еще целые по-моему туда нет значит по закопченному кремнию были рассыпаны маленькие серебристые шарики. Любопытно, что подобного рода шарики рассыпаны на платформе, которая несколько далека от Дальнегорска. Материал третьей части визуально походил на пластик и напоминал сетку. Однако температура плавления сетчатых шариков была очень высокой. Самым странным было то, что все шарики были заключены в оболочку стекловидной структуры, состав которой нетипичный для Земли. Природа шариков из неизвестного науки материала по виду напоминающего сетку до сих пор не выяснена. Хотя он прошел самое тщательное исследование. Ученые определили, что он не растворяется даже в сильных кислотах, не разрушается при температурном воздействии до 2000 градусов Цельсия в вакууме и на воздухе воспламеняется при 900 градусах. После помещения в жидкий азот сетка показалась вверхмагнитные свойства, хотя до этого они отсутствовали. Воздействие высокой температуры превращало ее из диэлектрика в проводник. Ученые по сей день затрудняются дать оценку найденным артефактам. Вот я хотел обратить внимание на это наблюдение. Оно по всей видимости, мне так кажется, проводит смычку между занятиями шаровыми молниями и холодным ядерным синтезом, поскольку оно показывает необычные явления, которые происходят в природе в присутствии таких огромных энергетически емких объектов. Спасибо за внимание. Спасибо, Владимир Львович. Вот можно задать вопросы сейчас, хотя ни одна рука не поднята, но я поскольку нет, то я думаю, что может быть Владимир Львович, вы второй доклад расскажете, а остальные подготовятся и поднимут руки. Ко второму докладу переходите, пожалуйста. Как мне к нему перейти? Этот закрывать? Нет? Да, конечно, обязательно надо закрыть. Так, и теперь следующий, да? Ну, Володь, ты не закрыл презентацию, понимаешь, тут два действия. Одно действие на твоем компьютере, а второе действие в системе Zoom. Вот в системе Zoom ты не закрыл свою презентацию, поэтому надо нажать красную кнопку наверху, чтобы закрыть презентацию. Эту, вот эту конкретно. Сейчас. Ты ее видишь, я верю? Да, вижу, зал персональной конференции, да, в эту красную кнопку. Ну, я не знаю, как она называется, закрыть презентацию, там что-то такого типа должно быть. Выключить презентацию, закрыть презентацию. Наверху, на самом верху экрана Zoom, она красного цвета должна быть. Взял. Чего-то она. Так. Да, молодец, выключил. Теперь, теперь все повторяем сначала. Только сначала запусти на своем компьютере вторую презентацию. После этого раскрой экран Zoom и нажми опять клавишу, зеленую клавишу внизу, демонстрация экрана. Владимир Мачков просто не умеет этого делать, он просто выходит из конференции, а потом заходит снова. Ну, ладно, можно и так в принципе это делать. Да, Володь, ну вот ты зашел снова, так здорово. Значит, ну, хотя бы так может быть. пока Володя входит, можно ему вопрос? Ну, неужели ты не понимаешь, что он сейчас мучается с тем, чтобы войти, он не может отвечать на твои вопросы, как ты этого не чувствуешь? Пойми, пожалуйста, сложности автора, который выступает. У него проблемы с вывешиванием конференции, с вывешиванием демонстрации. А у меня, знаешь, какой вопрос, Валер? Какой? Вот, поражение людей, это что, ожог был или что это? Ну, откуда я, что я буду придумывать? Вот он второй запустил. Давайте, давайте продолжаем слушать. Я снимаю. Спасибо. Ну, ты задай, в конце задашь вопрос. Володь, включи, пожалуйста, звук. Ты звук забыл включить. Включи, пожалуйста. Да, молодец, мы тебя и видим, и слышим. То есть, не тебя, а твою презентацию. Пожалуйста, продолжай. Второй доклад. Значит, второй доклад называется «Получение долгоживущих светящихся образований при помощи капиллярного протезматрона». Мы в данном случае продолжаем исследования, которые были начнуты Сергеем Евгеньевичем Гемелиным и мною, Сергей Евгеньевич Гемелиным это проделал в Санкт-Петербурге, а мы на нашей кафедре. В данной работе участвовали Байдак, студент, и Черников, доцент. Значит, у нас традиционная традиционная работа, проведены эксперименты по получению долгоживущих светящихся образований при воздействии струи капиллярного плазматрона с припоем, полученной ДСО, с размерами до полутора сантиметров и в режиме жизни семь секунд, семь секунд, которые аналогичны по этим параметрам естественным шаровым овом. Вот наша типичная установка, это капиллярный плазматрон по созданию эпо или там долгоживущих плазменных образований. Значит, что он представляет собой? Вот это цепь, в которой возникает импульсный разряд. вот это у нас вся эта станина, здесь один электрод, это второй электрод. Дальше энергия вкладываем мы была от 0,2 от 200 джоулей и до полтора килоджоуля. Значит, вот это уже подробно, как это мы делаем, вот это на самом деле станина, вот здесь один электрод, второй электрод, вот здесь обязательно присутствует диэлектрик, на поверхности которого, в дырке, в отверстии которого создаётся плазма, затем плазма направляется на какой-то металлический предмет или на металлическую пластинку. Вот это вид плазмы, который образуется в наших экспериментах, вот это станина, откуда вылетает, струя, а вот это то, что получается, если на встрече струе поставить либо плёнку, либо пластинку. Значит, когда вылетают эти вещи, эти плазмоиды, плазмоиды, то иногда удаётся выловить их. То есть, первый раз мы сделали это, подставили бумагу, и на ней оказались вот такие следы, и потом мы делали многократно уже преувеличение мощности и преувеличение времени воздействия у нас получались многократно уже вот такие следы, как будто бы у нас взрывался объект. Те, которые не взрываются, они как капельки двигаются, а вот те, которые взрываются, они оставляют после себя такие объекты. Далее, мы смогли поймать эти плазмоиды, когда они еще летели, и поместить их кювету с водой, где оказалось, что у этих плазмоидов есть оболочка, она оболочка приблизительно от 8 до 12 микрон, вот данный шарик составлял 600-640 микрон, а вот эта оболочка была 12 микрон. Далее, этот шарик был явно виден, что он металлический, и мы сделали анализ состава этого шарика, оказалось, что у него вот в этой области в оболочке больше оксидов, а в центре меньше оксидов. Вот и вот это другой вариант, это уже Сэм, сканирующая электронная микроскопия фотографии, мы видим, что вот этот шарик, вот он такой, и вот здесь находилось внутри это металлическое ядро, вот это естественно оболочка. Теперь мы неестественно, но в этом году мы решили сделать эксперименты и увеличить энергию, напряжение на конденсаторной батарее обычное, емкость мы изменяли емкость у нас накопителя, и дальше мы смотрели, какая доля энергии идет на воздействие с металлом, в общем, у нас выходила доля энергии идет порядка 5,3%, затем мы здесь показываем, что время воздействия меняется в зависимости от емкости накопителя, и дальше вот форма у нас меняется, то есть если у нас струя летит из капилляра из капилляра из энергии 0,3 кило джоуля, то она достаточно узенькая, и шарики получаются маленькие, а струя, когда мы вкладываем полтора кило джоуля, то она появляется достаточно широкой, и 1,2 кило джоуля, они довольно-таки широкие эти, и такое впечатление, что объем этой струи приводит к тому, что увеличивается энергия, которая необходима для создания плазмоидов. Вот это мы показываем, как у нас воздействуют, если появляются шарики, вот у нас здесь появляются на пути, на пути ставится какая-то пластиночка, видно, как шарики появляются, вот здесь видно, что уже появляются большие, крупные шарики, а вот здесь мы делаем тоже эксперимент такой же на пленочку, воздействует струя, у нас получаются вот такие шарики, вот этот шарик, вот если здесь увидеть, он порядка двух сантиметров, а вот здесь у нас появляются шарики от одного и до полутора сантиметров, они живут до семи, иногда восьми секунд и семи, восьми секунд, видите, они ведут себя аналогично тому, как ведет себя шаровая молния, описание шаровых молний, вот у нас единичный, когда мы вот здесь вставили, когда вот мы здесь поставили вот этот проволоку, у нас шарик появился большой, он тоже порядка сантиметра, и вот такое, когда у нас появлялись одиночные плазмоиды при энергии в полтора килоджоуля, при вложенной энергии в полтора килоджоуля, дальше, вот мы здесь тоже, как и в предыдущий раз исследовали, как у нас эти плазмоиды взаимодействуют, у нас получился вот этот такой взрыв, ну а дальше получается, что часть плазмоидов или там часть частичек, это просто капельки. Выводы. В работе проведены исследования по получению ДСО в различных условиях, при вложенных энергиях плазматрона от 200 до 220 джоуля. Это первая группа экспериментов. Ну, получались у нас ДСО с оболочкой 60 микрон и диаметром и временем жизни 3-4 секунды. После разрушения оболочки ДСО выпадало ядро в состав полученных шариков, входят алюминий 2О3 плюмбом и станом. Увеличение вложенной энергии струи плазмы из плазматрона до 1,5 кг джоулей позволили получить ДСО больших размеров приблизительно в 5-10 раз. Эти ДСО имели характерные размеры жизни больше 6-7 секунд, в то время как предыдущие ДСО они превышали а предыдущие ДСО время жизни составляло 3-4 секунды. Эти ДСО также взрывались и оставляли следы на бумаге. По параметрам долгое свечение, долгое время жизни, способность прыгать, высокая плотность внутренней энергии являются аналогами реальных шаровых молнии. Для получения полной аналогии с реальными шаровыми молниями их следует зарядить, получить ДСО при взаимодействии с другими металлами, например, с силициум-О2 и алюминий-2-3 основными компонентами почвы, с которыми может взаимодействовать линейная молния. Такие эксперименты проводятся в настоящее время. Спасибо за внимание. Владимир Владимирович, спасибо за доклад, за два доклада и особое спасибо от организаторов за то, что вы правильно распределили время своего доклада. появились вопросы, но я хочу начать восхуливаться своим правом ведущего, задать самому два вопроса сначала. Володя, упоминается какая-то струя, есть струя, нет струя, поясни, плохо сказано, я не допонял, что за струя? Сейчас говорю, значит, у нас есть капиллярный плазматрон, из канала капиллярного плазматрона вылетает струя плазмы, струя плазмы сама по себе практически ничего не производит, ну просто испаряется, то есть струя плазмы нужна нам для того, чтобы оценить, какая энергия вложена. Затем эта струя плазмы направляется либо на фольгу, либо на проволочку. От проволочки и от фольги начинают вылетать разные плазмоиды. Эти плазмоиды имеют разную природу, как оказалось. Одни плазмоиды напоминают просто шарики, которые наполнены чем-то, а другие капельки. Вот те плазмоиды, которые представляют собой оболочку с внутренностью типа расплава, эти плазмоиды и потом изрываются и что там делают, и разлетаются и в жидкости от них отделяется поверхность. Вот такого рода этим они отличаются. То есть вот что я могу сказать по отношению к Авраменко. Когда Авраменко делал свои эксперименты, он интересовался именно вот этими струями как таковыми. Мы же в результате наших совместных работ с Емелиным пришли к выводу, что не струи как таковые интересы представляют, а их воздействие на металл или на разные составы, на разные металлические или там электрические составы. в этом случае большая часть энергии переходит уже в твердое тело. А дальше получается, что с одной стороны на твердом теле появляется плазма, а внутри твердого тела появляется либо пар, либо какой-то расплав. Спасибо. Это сильно пояснило, потому что почему-то в ходе доклада, может быть, это я недопонял. Это моя ошибка. Ладно, хорошо, спасибо. Вот это прояснило. Еще короткий уточняющий, сейчас коротко будем, вот на эту дополнительную проволочку или пластиночку, которая в эту струю плазмы вылетающей, напряжение подается или нет? Нет. Все, короткий ответ. Это сильно отличает от пащины, например, ну да, и от Авраамбина. Молодцы, это не то, что там в МРТИ делалось. Это вы свое внесли. Вот это здорово. Так, теперь и второй вопрос, вот тоже коротко, Володя, вот коротко, потому что со временем тяжело, у нас есть, там вот шесть человек уже хотят тебя спросить. Значит, есть ли какие-то основания считать, что вот в этих образованиях, которые вот от этой проволочки или от этой пластиночки от воздействия вот этой струи плазмы отлетели, есть ли основания считать, что там выделилось дополнительной энергии, кроме того, расплава или еще чего-то, что происходило при образовании в ходе пролета. Я могу сказать, что когда мы поймали эти шарики, то у них оказалось, у этих металлических шариков плотность энергии порядка плотности энергии взрывчатки. Ну, то есть, 50 кДжоуль на килограмм. То есть, она выше, чем та исходная тепловая энергия, которая была вложена при образовании. Ну, это может быть даже самое важное. Спасибо, прояснилось. У нас шесть вопросов. Просьба, короткий вопрос и короткий, вот я уже короткий ответ. First, Bob, short question, short answer. Please, your question. So, thank you very much for excellent presentation. The hollow balls, which, you know, we have seen, I'm interested in what the starting electrode and capillary tube materials were made of. And am I right in saying that you saw aluminium synthesized in these shells. Значит, вот эти пустые, ну, ты же знаешь лучше меня английский, пустые вот эти шары, вот он просит, какие электроды там, из чего шары, вот это вот, вот, скажи. I will tell you, по-русски говорит, по-русски, чтобы другие слышали, у него есть переводчик. Алюминий. У нас был припой, это смесь алюминий 2O3 пленок. Володь, я тебя перебью. У вас есть электроды, которые струю формируют, и у вас есть дополнительная пластинка или проволочка. Вот, пожалуйста, по материалам и того, и другого. Электроды обычные, медные электроды, которые формируют плазму, два электрода, один внутренний электрод медный, то есть внутренний электрод металлический, внешний электрод медный. Из них вылетает струя, струя попадает на проволоку из припоя, то есть алюминий 2O3 плубум эсэн. Далее, мы пытаемся то же самое сделать, только не припоем, а со сталью. Ну, со сталью нужно, как мы поняли, еще в 10 раз увеличить энергию, чтобы получать шары на основе стали. Спасибо, спасибо за ответ, короткий вопрос, короткий ответ. Thank you Bob Grenier for question. Тарасенко, короткий вопрос. А как тогда образовали шаровые конкретии? Ты же что-то говорил, что там шаровые конкретии тоже участвуют в образовании этих... Это мы отдельно будем обсуждать, это не к этой работе, но потому что вам скажу, для того, чтобы понять, что происходит с шаровыми конкретиями, надо обсудить нам, как делать все эти вещи, пластинки из силициума 2 и алюминия из глины и из песка. То есть, если мы научимся делать все эти вещи, эти шарики из силициума 2 и из песка, то тогда мы сможем прийти к более глубокому пониманию, что такое конкреции. Понятно, понятен ответ. Спасибо. Геннадий, пока еще до земли они не дошли. Это вот для тебя я коротко отвечаю. Значит, Савченко, Алексей, пожалуйста, ваш вопрос. Короткий вопрос, короткий ответ. Вопрос короткий, потому что спасибо Валерию Николаевичу и Богу Гринье, они уже мои вопросы задали. Только вот осталось там чуть-чуть, на слайде 4 там нарисовано направляющие. Это что за направляющие? Это вот этот? Слайд 4. Вот 4 слайда. Основной вопрос, очень понятно, как это все получается и куда оно идет. То есть там прямо сразу вот сверху такая вот вот здесь сразу плазма попадает на металлическую проволоку. А вот здесь то есть это сразу проволока, из которой формируются вот эти вот шарики. Иногда получается, что... Все, спасибо. То есть в принципе это как бы модулирует то, что в природе, только в природе это в воздухе, а у вас это в металле получается. И маленький вопрос еще к первому докладу. А бывают шаровые молнии в невидимом диапазоне, то есть в интро-красном или в интро-фиолетовом? То есть вроде они есть, но мы их не видим. Я думаю, есть. Я думаю, что... Понимаете, в чем дело? Как правило, наблюдений таких нету. Но есть показания очевидцев такие, что что-то оставляет следы на них, на их теле. Спасибо большое. Чего нет, вернее, чего мы не видим, но что почему-то действует. Спасибо, Алексею, за интересные вопросы. Филипп Иванович, пожалуйста, ваши вопросы. Поздравляю, что ты опять в строю, Володь. И вопрос у меня к 12-му слайду. Меня интересует, вот почему в виде точек этот слайд, ну, везде у тебя, и здесь вот тоже на пятом рисунке фиксируются точки. Это что, воздействие на среду уже пролетающей точки? Воздействие на следу, на среду вот этот, на бумагу капелек. А получается, что у нас вылетают из-за матро. Ну, вроде они должны лететь сплошняком, правильно, как бы, трек должен быть сплошной. А здесь получается вот как бы такие точки, как результат фокусировки некой кумуляции среды обратно в точку, где пролетело. На самом деле, скорее всего, может быть, вы и правы, я не могу говорить. Ну, давай на ты, что там на олыву. Ну, на ты. Я просто понимаю, что выделяются два типа объектов. Одни объекты обладают энергией для взрыва, вторые объекты не обладают энергией для взрыва. Те, которые обладают энергией для взрыва, они разрушаются. Мы видим такие звезды. Те, которые не хватает энергии для взрыва, они просто летят как капельки маленькие. Нет, ну, Ну вот я понимаю, они должны сплошной трек делать, а здесь получается как бы самофокусировка. Точки, точки от чего берутся. Прожечь должен канал какой-то, а она тут точки какие-то прыгающие. Вот объясни, пожалуйста. Ну это же вот как раз и ваше излучение, там загадочное, русское излучение и так далее. Оно тоже так себя ведет. То есть это довольно интересный эффект. И мне кажется, что это результат. Вот частица пролетела, а потом происходит самофокусировка и усиление. Филипп, Филипп, у них эти частички прыгают. Володь, объясни ему, пожалуйста. Они у нас прыгают, эти частички. У нас разного рода есть частички. Есть одни частички, их прыгают и как капельки прыгают. А вторые частицы прыгают как эти шарики, которые взрываются. И одни оставляют один дыни следы, а другие другие следы. Не, ну вот меня интересует вот этот длинный след и почему он в виде точек. Ну я не получил объяснения. Ну, наверное, ты просто не знаешь. Я об этом не думал. Я не думал. Ну давай как-нибудь сядем, подумаем. Хорошее дело. Спасибо. Я думаю, надо было бы подумать. Это какая-то самоорганизация здесь вот трека. Я не отказываюсь, потому что мы треками всерьез не занимались. И твое замечание очень ценное. А в камере Лильсона там же, по-моему, сплошная. Давайте, Филипп, 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 короткий вопрос, короткий ответ. Спасибо. Спасибо. Я снял. Возник альянс. Возможно, возникнет. И это будет очень здорово. Привлечется к шаровой молнии еще и Филипп. Ему все равно сейчас делать нечего. А у него мозги прекрасные. Это будет очень здорово. Да ладно, нечего делать. Я книжку написал. Сейчас будет вам что делать. Это шутка, это шутка. Людмила Борисовна. Вы механики не знаете совсем. Людмила Борисовна, пожалуйста. Владимир Львович, спасибо за очень большой интересный доклад. Я хотела спросить. Вот из всех ваших наблюдений, которые вы анализировали за много лет, какая была самая максимальная длительность жизни шаровой молнии? Это первый вопрос. И второе. Насколько часто вы видели, что в отсутствии электрических разрядов происходили необъяснимые взрывы шаровой молнии? Она из-за этого пропадала? По первому вопросу. Вопрос довольно сложный. Чем больше шаровая молния, тем больше ее время жизни. Если говорить про маленькие шаровые молнии, то есть до метра, то там зависимость такая довольно линейная. Что у нас чем больше шаровая молния, тем больше ее время жизни. Если же мы рассматриваем аномальные шаровые молнии, то там и времена жизни большие. И сказать, каким механизмом они разрушены, не удается. Просто мы не видим ни начала, ни конца жизни. Время жизни жизни. При этом надо сказать. Что? Спасибо. Ответ получен. Одну минуточку. Ориентировочно назовите, пожалуйста, что значит аномально длинный. Ну, хотя бы порядок. Время жизни. Минуты. Минуты, да? Минуты. Поняла. Все, спасибо. Второй вопрос. Все, а вы ответили на оба. Спасибо большое. На оба ответил, Володь. Спасибо тебе. И так, Юрий Евдокимов, Юрий Кириллович, пожалуйста. Вот каких минимальных размеров существуют шаровые молнии? Мы видим только созревшие шаровые молнии. А все шаровые молнии, мне кажется, начинаются с точки. Они растут, растут. Мы видим конечный результат. Вот каких минимальных размеров считается шаровая молния? Или она, ну, может быть? Спасибо. Спасибо за вопрос. Просто этим вопросом, как правило, не занимаются люди, которые собирают данные по шаровым молниям. Потому что для них главное, чтобы шаровая молния уже была, как вы говорите, созревшей. Чтобы она была размером, ну, скажем, с несколько миллиметров, когда можно было бы сказать, что мы ее надежно регистрируем. Но она рассверана, начинается с точки, вообще говоря, да? Начальная инициация – это точка. Вы видите, извините, что я вас перебью. Вы видите, что у меня 600 микрон, и ведет она себя, как шаровая молния. Вот поэтому у меня возник вопрос этот. Друзья, друзья, значит, у нас, к сожалению, со временем будут проблемы. Поэтому, Юрий Кириллович, спасибо. Вот я бы добавил вот к ответу Бычкова, что вот у Никитина идея о том, что шаровая молния и неизвестное излучение – это одно и то же. А характерный размер неизвестного излучения, как по нашему понятию, от 10 минус 14 до уже микронного размера. Вот поэтому вот, может быть, тут вот на идее Никитина опереться. Нейтрон, чем вам не шаровая молния? Ну вот, я же этот раз, ну, тогда еще 10 минус 15. Значит, Чижок задает вопрос. Володь, пожалуйста. Володь, два вопроса. Коротко. Вот поражение человека было электрическое или это ожог был сильный? Это было, в одном случае было, то есть шаровая молния ударила трех человек, одна и та же. В том случае, когда он погиб, это было электрическое поражение. А у двух других был ожог. И второй вопрос. Понял, спасибо. Второй вопрос. По составу уточни, как отличаются составы вот вашего шарика от пластины? У нас шарик, значит, у нас шарики, то есть у нас был первоначально просто, была проволока из припоя. Да, понятно. Потом, когда на нее воздействовали, оказывалось, что оболочка, которая плавала отдельно, в ней больше кислорода, оксида. А тот шарик, который выпадал на дно, в нем кислородных компонентов практически не было. Понятно. Спасибо. То есть поверхность, вот эти вот оболочки, оболочки это окислы, вот этого припоя, скорее всего. Ну, это понятно. Володь, Володь, спасибо, спасибо за вопрос. Валер, Валер, а вот по составу изменения были, то есть трансплутация была там или нет? Нет. Другие элементы? Нет, не было. Спасибо. Все, спасибо, ответ получен. Этот ответ получен здорово. Виктор Чибисов, пожалуйста, ваш короткий вопрос, короткий ответ. Не встречались ли среди вот этих шариков объекты торообразной формы? Какой? Торообразной. Наверное, я не могу сказать точно, но вы видите, что у нас появлялись среди шариков полые образования. И я не могу сказать конкретно, что там были торообразные или не торообразные, но вот то, что полые образования были. Спасибо. Спасибо, Виктор Чибисов, за вопрос. Николай Клотовой, пожалуйста. Спасибо. Зарегистрировано ли излучение от шаровых молний электромагнитное или радиоизлучение радиационное, кроме оптического? Ну, конечно, излучение. Есть целая книжка Стаханова, где он обсуждает пролет шаровой молнии над радиоприемником. И слышно, что было, что когда шаровая молния пролетала над ним, происходил треск в радиоприемнике. Есть еще и другое. Вот в моей книжке изложено, когда мужчина лежит дома, и у него радиоприемник, и он слышит треск, и потом из радиоприемника вылезает шаровая молния. А радиационное? Радиационное не могу сказать. Спасибо, Николай. Николай, я могу добавить, что это же речь идет о секундах в неизвестной точке. А радиационное измерение – это особая аппаратура. Все это случайно происходит. Поэтому вопрос… Ревененовский датчик иметь случайные точки – это вероятность очень низкая. Спасибо, Николай, за вопрос. Валентин Сарановский, вот последний вопрос, потому что и так мы уже 6 минут перебрали. Последний короткий вопрос, короткий и короткий ответ. Креки на ЦДР вы фиксировали, ставили предупреждения? Нет, не ставили. Жалко. Ответ получен, спасибо. Да, это хороший совет. Кроме бумаги, кроме бумаги поставить что-нибудь еще. Мы хотим поставить точно так же, как в экспериментах с холодным синтезом, хотим поставить эти пленки и еще хотим поставить эти диски от компьютера, чтобы посмотреть, что там происходит. Может, там получится и другие шарики, у них тоже проявится какая-то структура. Да, 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 это правильно правильно. Спасибо Владимиру Львовичу Бычкову. Как обычно, это все очень занимательно, потому что это все живо-воспринимательное место. Спасибо. Значит, следующий вопрос, доклад у нас, доклад Колоколова по репликации экспериментов Шахпаронова. Володь, убирай свою презентацию. Ты убирать не умеешь, поэтому выйди, а потом зайди. Я тебя запущу. Колоколов, пожалуйста, сейчас подождите. Дмитрий, подождите, он сейчас выйдет, и вы тогда свою презентацию увидите. Да, да, да. Так, вот он вышел, пожалуйста. Все, запускаем. Мы ее видим, молодец, спасибо. Отлично. Добрый день, уважаемые коллеги. Я хотел бы поделиться предварительными результатами репликации экспериментов Шахпаронова по генерации долгоживущих плазменных образований. Значит, ну, наверное, кто-то из присутствующих знает, что это вот эксперименты, связанные с разрядами контурами, которыми инициировались эти плазменные образования в виде металлизированных лент Мебиуса. Значит, впервые вот эта вот информация, как раз связанная с экспериментами Шахпаронова, появилась где-то в 80-е годы, 20-го века в научных изданиях. Погромче, пожалуйста. Значит, Дмитрий, не удаляйтесь от микрофона, у вас там плохо слышно, у вас можно там, ну, потом это подвинуть, подвинуть этот, как его... Да-да-да-да, так лучше слышно. Так лучше, так более-менее нормально. Отлично. Значит, пример технологии изготовления таких контуров и описание методик, это все доступно в литературе. Это, ну, если кому-то будет интересно и не найдут, они есть у нас на сайте выложены, это потом можно будет посмотреть. Значит, при проведении таких экспериментов наблюдались как светящиеся плазменные образования, так и объекты черного цвета. Они, природа их не установлена, но, тем не менее, они наблюдались и были зафиксированы фотооборудованием. Ну, того времени, потому что это были не цифровые фотоаппараты, естественно, а пленочные. Денситометрию таких образований мы проводили. Это были еще 80-е годы. Денситометрию таких образований мы тоже проводили тогда. Вот. Там сохранились кое-какие результаты, но я их сейчас не представлял, потому что вот после ухода Ивана Михайловича Шахпаронова, ну, с его архивами нужно еще много разбираться. А вы из какого города, откуда вы вещаете? Ну, в данный момент из Твери. Твери. Спасибо. Вот, смотрите, вы чуть ближе и лучше слышно. Вот не удаляйтесь ни на секунду, ни на сантиметр. Хорошо. Продолжайте. Значит, ну, в процессе наблюдения вот этих вот эффектов, ну, я немножечко возвращусь назад, значит, как все это происходило. Значит, изготавливался металлизированный лист мёбиуса, то есть посередине диэлектрическое основание и с двух сторон наклеенная лимоневая фольга. И дальше через это сооружение пропускался высоковольтный разряд. Ну, как это делалось, я чуть попозже об этом буду говорить. Вот. Значит, ну, были предположения, что те вот плазменные образования, которые наблюдались в то время, были обусловлены эрозионами, эффектами в процессе разрушения ленты мёбиуса. Но в большинстве проведенных экспериментов, на удивление, не наблюдалось ни разрушения, ни изменения массы вот этой вот ленты мёбиуса, но с точностью до, там, миллиграммов, точнее, не измеряли. Вот. Значит, ну, у самого Ивана Михайловича была идея объяснить это геометрией, объяснить это геометрическими свойствами неориентированных поверхностей. Кому интересно, ссылка есть, но надо сказать, что каким-то образом доказать это утверждение, ну, таких попыток сделано не было. В процессе вот тогдашних работ было выяснено, что помимо того, что разряды через такие вот неориентированные конторы, они приводят к образованию плазменных, ну, к возникновению плазменных образований, но, помимо этого, возникали ещё целый ряд эффектов, ну, которые изначально, эти эффекты дали основание предполагать, что речь шла о каком-то дополнительном неизвестном магните, который воздействовал на немагнитные материалы, их намагничивая, изменял электропроводность проводников, изменял свойства некоторых химических составов, заметно снижал количество примесей в нефти и нефтепродуктах, изменял скорость радиоактивного распада элементов и их смесей, и также действовал на биологические объекты. Ну, после того, как начали более подробно разбираться с этим вот агентом, выяснилось, что он... Дмитрий, Дмитрий, у меня просьба, Дмитрий, секундочку, у меня просьба, вы расскажите о существе эксперимента, а потом разные рассуждения вокруг этого. Мы же не понимаем, как эксперимент устроен. Про эксперимент, как установка, как установка. Это просто преамбула, давайте я тогда буду... Вот преамбулу сворачивайте, то, что время, 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 пожалуйста, учтите это. Хорошо. Значит, вот те эксперименты, которые проводились. Это металлизированная лента Мёбиуса. По описаниям, которые были даны в ранних работах Шахпаронова, значит, использовались примерно те же режимы. Считалось, что изготовленные разрядные контурат тренируются высокочастотным током от резонансного трансформатора, после чего подключается силовое напряжение. Это 220 вольт, 6 ампер, 50 герц. Значит, в таких режимах мы проводили целый ряд экспериментов. Это эксперименты примерно годичной давности. Значит, ну и что наблюдалось? Наблюдались... Как установка устроена? Мы же не понимаем, Дмитрий, мы не понимаем, как установка устроена. Куда прикладывались? А вот она очень просто. Вот эта вот металлизированная лента Мёбиуса и к противоположным сторонам металлизации два электрода. И через них идет разряд. Все. Больше тут никаких... У вас что-то очень плохо там вот с динамиком. Что-то очень плохо. У разных сторон, между разными сторонами листа Мёбиуса существует разделитель в виде диэлектрика и вы к ним прикладываете напряжение. 50 герц, 220 вольт. Какой ток? 6 ампер, 50 герц. То есть там что, где-то пробивает? Промышленное напряжение. Где-то пробивает или нет? Нет, не пробивает. Не пробивает. Но если предварительно... Непонятно линия тока, как проходит. Какие там две стороны? Это односторонняя поверхность. Непонятно линия тока проходит. Валерий, ну дай автору сказать. Это может потом все расскажут. Там на самом деле получаются две ветви встречные, а не односторонняя поверхность. Она же, не забывайте, это диэлектрик с двухсторонными. Вы напряжение прикладывали к обеим сторонам? Да, конечно. Ток протекал только по одной стороне или по двум сторонам? Ток протекал в двух направлениях, навстречу друг другу. Это же двуссторонняя на самом деле поверхность. То есть сопротивление в цепи образовывалось за счет индуктивности вот этой Мебиуса. Правильно я понимаю? 220 вольт на чем падало? На чем падало 220 вольт? Еще раз. Значит, представьте себе полоску из диэлектрика, которой с двух сторон приклеены алюминиевые пластинки из алюминиевой фольги, а затем вот эта конструкция свернута именно в ленту Мебиуса. Таким образом, получается, что как бы две пластинки дают два направления протекания тока, если к противоположным сторонам вот запад этой штуки приложить напряжение. А контакт как у вас там устроен? Где у вас контакты? Два контакта, что ли? Или у вас крутится вся эта штука? Нет, два контакта с двух сторон. Вот на фотографии, где прищепка, у прищепки просто с двух сторон контакты, и этими контактами цепляется сама лента Мебиуса. Друзья, наверное, я тут задал тон неправильный, Парховов правильно поправил тут насчет того, что надо прекратить вопросы. Слушаем докладчика и без вопросов. Извините. Так вот, значит... Извините, а вы в импульсе давали? Володя, я только что сказал, вопросы не задаем. Володя, я только что сказал, вопросы не задаем. Пока, не задаем пока. На все вопросы чуть попозже отвечу, Владимир Иванович. Значит, к сожалению, несмотря на то, что в этих экспериментах мы старались воспроизвести именно те методики, которые были описаны в работах Шахпаронова, хорошей воспроизводимости нам получить не удалось. То есть вот в экспериментах, что касается получения именно плазменных образований, из более чем 70 работ, более чем 70 попыток реализовать вот этот эффект, ну, он получался не более чем в 15 случаях. Вторым вариантом было просто возбуждение такого разрядного контура пропусканием через него разряда от предварительно заряженного конденсатора 6800 микрофарад, ну, и меньше пробойного напряжения. Напряжение разрушения составляло при этом 120-150 вольт. При таких экспериментах не наблюдалось ни образования плазмоидов, ни аномального свечения, которое, вот обратите внимание, на двух фотографиях справа внизу наблюдается аномальное такое свечение розового цвета, природы которого мы установить не смогли. Значит, в экспериментах при разряде на металлизированную ленту Мебиуса конденсатора высокоемкого наблюдались обычные эрозионные эффекты. Вот они представлены на фотографиях. Значит, помимо того, что... И, наверное, это будет вот небольшим ответом на вопросы к докладу Владимира Львовича, которые перед этим были. Значит, естественно, задались вопросом. Вот этот вот агент, который воздействует на... Ну, который вызывает целый ряд эффектов. Вот этот вот агент, может ли он являться каким-либо излучением? Поэтому, значит, вот картинка эксперимента, фотографии эксперимента, где вокруг ленты Мебиуса установлены непрозрачных пакетов, установлены рентгеновские пленки. Вот. И вот что, собственно говоря, получилось. То есть получились треки, которые мы с вами все хорошо знаем. Значит, очень рассчитывали, и когда вот этот эксперимент затевался, я, честно говоря, очень рассчитывал, что мы получим какую-то пространственную диаграмму распространения того, что вот с легкой руки у русского называется странным излучением, что мы получим какую-то пространственную диаграмму и увидим, как это происходит вокруг вот такого излучателя. Но не произошло. То есть примерно количество треков в любом направлении было одинаково и равномерно распространено по площади пленки. Поэтому каких-то выводов о том, как это происходит с пространственным распределением, ну, пока, к сожалению, сделать не удалось. Вот, наверное, все, что я хотел сегодня сообщить. Значит, эксперименты на эту тему продолжаются. Самым, пожалуй, ну, на наш взгляд, самым интересным моментом было то, что, да, действительно, во все стороны этот вот контур излучает, излучает. Вот, ну, опять-таки, то, что, ну, как-то уже уложился этот термин странное излучение. Вот, пожалуйста, вот эти вот примеры треков, которые нам удалось зарегистрировать. Вот, ну, и продолжаются на данный момент, продолжаются эксперименты, ну, с целью просто отработки методики, потому что у самого Шахаронова воспроизводимость этих эффектов была гораздо выше, чем до сих пор удалось получить. Спасибо, спасибо, Дмитрию. Дмитрий, у вас, молодец, вы вообще шикарно, вы 15 минут буквально, значит, у вас с проводами там, самые, которые подводят к компьютеру, или там еще к чему-то, гарнитурик вашей, треск стоит, у вас там что-то не контачит, странно. Вы, как физик, должны были... Валерий Николаевич, я просто... Все, все, давайте без обсуждений. Иначе без обсуждений. Я что-то сказал, но я вопросов-то не задавал. Значит, у меня несколько, два, наверное, вопроса будут, а потом у нас тут вот всего две руки, я не понимаю, почему, вопросов должно было быть гораздо больше. Да, вот чужок появился. Первое, у вас, вы очень слабо про результаты, покажите, пожалуйста, есть ли какой-то нормальный вот в презентации сейчас выше слайд, в котором видны молнии или что-то еще в воздухе. То, что мы не на поверхности, а в воздухе. Вот это. Поясните, вот первая фотография я вижу, вот вторая правее, и еще там самая правая, вот из этих четырех. Поясните, в какой точке, в какой момент, сколько времени, ну что-то чуть-чуть человеческое, физическое, без шелухи вот этой вот обсуждающей, а вот конкретно. Вот первое, где это самое. Ваши оценки за размеры, через какое время, вот что-то такое. Первое, это непосредственно, ну вот после того, как замкнут разрядный контур, возникает вот такая вот, возникло вот такое вот образование. Значит, время жизни, ну очень приблизительно удалось оценить, потому что просто шла видеосъемка, ну и по количеству кадров, на которые она наблюдалась, это можно было оценивать, ну не более трех секунд. Вот пришлите эту съемку, Владимир Рубычков, он это может зафиксировать, как, три секунды, это уже шаровая молния, как мы считаем. Вот следующий, она как, вот извините, к первой вернемся, она что, летит сверху вниз, или как она вообще? Она перемещается сверху вниз, она возникла чуть ниже самого вот этого контура и перемещается сверху вниз. Но она не слетела с контура, а как бы из воздуха возникла, да? Она возникла как бы из воздуха на расстоянии примерно 10 сантиметров от самого вот этого индуктора. И полетела потихоньку вниз. Я себя прерываю, потому что, наверное, вопросов будет огромное количество. Короткий вопрос, короткий ответ, друзья. Пожалуйста, Евгений Егоров. Вот скажите, вот я сейчас сделал ленту, да, вот вы так подключали, то есть здесь вот к одной стороне и ко второй, то есть это ведь односторонняя неориентируемая поверхность. То есть у вас промежуток между, так сказать, обмотками, условно, в средине ленты проходит. Вот. Нет. Зеленый и красный. Вот представьте теперь, что вы на обе стороны наклеили металлизацию, и у вас получилось, как бы вот если вы, ну, условно говоря, внутри, вот то, что вы держите указательным пальцем, будет плюс, а то, что вы держите большим пальцем, как я вижу, будет минус. Вот если вы будете от плюса к минусу рисовать, так скажем, траекторию, и у вас получится их две, у вас получится два встречных проводника, как бы. То есть у вас разрыв поперек. Это односторонняя поверхность. Если вы наклеите проводящую, она короткозамкнутая. Евгений, 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 ваш вопрос понятен, мы его уже сегодня обсуждали, и я вижу, Дмитрий вопросы не понимает, поэтому мы сейчас этого обсуждать не будем. Следующий вопрос, пожалуйста, Виктор Чибисов. Вы не пробовали вместо ленты Мебиуса использовать металлическую спираль и пропускать не переменный ток, а мощный разряд постоянного тока? Спираль не пробовали. На ленте мощный разряд постоянного тока тоже применяли, при этом никаких плазменных образований не наблюдалось. Вот попробуйте на спирали, получите шаровую молнию. спираль. Ну, хорошо, тогда давайте в рабочем порядке. Виктор, Виктор, я вам скажу, я вам напомню, спасибо, Виктор, Виктор Чибисов. Я вам напомню, что через спираль пропустить импульсный ток невозможно, или почти невозможно, он по поверхности потечет, там отдельная история. Спасибо Виктору Чибисову за вопрос. Чижок, Володя, Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, у вас металлизация с двух сторон была, и диэлектрик в середине, да? На ленте мебель. Да, совершенно верно. И вы прикладывали к одной стороне электроды и к другой стороне? Да, 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 именно так оно и было. И вот лучший результат у вас получился, когда вы давали 220 вольт, да? С предварительным, то, что Шахпаронов называл тренировкой. Значит, мне, честно говоря, этот термин до конца непонятен, и даже физический смысл вот этой предварительной тренировки мне пока не очень ясен. Но, тем не менее, это работает. Хорошо. А в чем тренировка? Давайте, без словечек, а вот конкретно, что это такое? Конкретно что? Про пропускание высоковольтного тока от резонансного трансформатора. Вот вы говорили 220 вольт, 50 вольт, а еще есть какое-то высоковольтное, да? Нет, это 220 вольт, это после вот этого высоковольтного воздействия. Высоковольтное. Какое напряжение, какая частота? Напряжение, частота тренировки? От 1 до 1,5 мегагерц, и напряжение небольшое, потому что сопротивление очень низкое, напряжение вольты. Понятно. Володь, получил ответ? Нет, не совсем. И, значит, Володь, эту тему, Володь, эту тему уже, ты третий, поднимаешь эту тему. Ты просто... Нет, нет, я хочу... Все, закрыли, Володь, все. Хочу узнать только, в импульсном режиме это подавалось или это в течение двух минут, трех минут, часов подавалось. Нет, не более тренировочный вот этот вот цикл, не более минуты. Более минуты там просто... Нет, нет, не тренировочный, основной. Основной цикл. Основной, значит, где-то через буквально там несколько секунд после включения основного режима просто срабатывает предохранитель и примерно одновременно с этим, если реализуется плазмой, то реализуется. Понял. Спасибо. То есть сразу все выключается. Спасибо. Так, и Бычков Владимир Львович, пожалуйста, ваш вопрос. Включи, включи микрофон, пожалуйста. Я бы попросил более подробно представить, как это все происходило, Райс, ну, чтобы была схема нормальная. ее нету, к сожалению, схемы нет. Да, я просто смотрел, как делал шахпородов эксперименты, у него эксперименты была принципиальная ситуация, что у него две были щетки, которые, каждая из них касалась поверхности, одной и другой поверхности. Далее, при этом, когда делали все эти эксперименты, этот контур вращался. Я помню, вот так было, вращался контур, и в определенных случаях, когда подавался слишком сильный ток, контур взрывался. И тогда все это говорило о том, что взрыв произошел за счет того, чтобы была передана большая энергия на эту фольгу. И я не очень понимаю, как этот эксперимент связан с экспериментами Шахпаронова. Владимир Войч, напрямую, потому что мы с Шахпароновым занимались совместно этими экспериментами на протяжении нескольких лет, чуть ли не каждый день. И то, что вы говорите по поводу вращающегося контура, это более поздние, так скажем, попытки. И, значит, основной затеей, собственно говоря, вращающегося контура было просто то, что на тот момент было не очень хорошо с фототехникой и хотелось просто получить некий интегральный снимок. Об этом, кстати, где-то в статьях у Ивана Михайловича было. Значит, что касается двух, это самое, вот вы, наверное, наиболее так хорошо, что ли, сформулировали, да, с двух сторон контакты, с двух сторон поверхности. А что касается щеток, это вот как раз часть с вращающимися экспериментами. Эти эксперименты были, там помимо разрядных всяких эффектов было много других интересных эффектов, они в работах шапароново описаны. Вот, более подробно, но мы с вами недалеко, так что более подробно. Нет, нет времени, да, вы уже в личных контактах, пожалуйста. Спасибо, мы вот третий, четвертый, пятый раз касаемся этой темы, как были контакты, и вот наконец-то было прояснено, что это были не щетки, ничего не вращалось, это были прищепки. Вот я уже за автора говорю, потому что он простых вещей, самых важных, почему-то их на пятый план уносит. Спасибо Бычкову, вот, колокол, Николай, пожалуйста. Спасибо. Регистрировали ли вы изменения радиационного фона рядом с установкой с помощью обыкновенного дозиметра? Нет, нет, изменений в пределах точности дозиметра не наблюдалось. Дело в том, что можно увеличить время измерения дозиметра, потому что есть фантомный эффект, и за счет как... Николай, Николай, без дискуссий, без дискуссий. Спасибо. Я обращаюсь к автору, значит, вот, Дмитрий, еще раз, значит, дозиметр, про дозиметр первый раз возник вопрос, и ваше соображение. Что за дозиметр, и когда он включался, и когда он выключался, потому что измерение дозы, он только, дозиметр измеряет дозу. Когда это все происходило? Пару слов. Два варианта. Во время всего эксперимента использовался на обычный вот этот армейский бета-гамма-дозиметр, вот, значит, и кроме того использовались рентгеновские пленки, вот эти вот стоматологические пленки, они себя не очень проявили для регистрации треков, но как дозиметрический прибор они в принципе работают. то есть они не засвечивались. Не засвечивались. Все, понятно, ответ получился. Спасибо Николаю Полтового за вопрос. Воб Гриней, your question, please. Short question, short answer. Thank you very much for an excellent presentation. On slide 3 you noted these black objects, I might call them zero albedo. Have you considered trying to observe these in infrared? red? Он спрашивает слайд 3 вот сейчас третий слайд включен, правильно я понимаю? Вопрос, Дмитрию. Третий слайд, вот объект, он спрашивает в инфракрасном диапазоне пытались его рассматривать? Вопрос, да или нет? Ответ, да или нет? Yes, we tried. And what did you see? И что вы видели? Вот это черное это фото или высокое сам по-русски, Дмитрий по-русски или переродчик по-русски? Мы наблюдали некое распределение плотности почернения в пределах этого объекта, если я правильно понял вопрос, то есть... Нет, я еще раз повторяю, если бы Дмитрий, если бы в инфракрасном диапазоне смотрели, то программы еще раз то что вы видели в инфракрасном диапазоне? Все, понял, я просто не так расслышал не надо отвечать, отвечай. В инфракрасном диапазоне не смотрели. Боб, нет информации о инфрааре вейбе. Окей, вы можете получить cheap attachments для телефона, так что я бы очень хотел посмотреть, если вы можете наблюдать инфрааре вейбе. так же. Боб, нет времени для дискуссия. Спасибо, Боб. Спасибо. Спасибо, Бобу, в линии. Спасибо, Дмитрию Колкову. Дмитрий, что у вас там с аппаратурой, я не понимаю, я сам себя слышу. Как это получается, я не понимаю. У вас, видимо, разные приборы передают звук, и разные приборы с зумом работают. Это, конечно, очень сложно. Спасибо вам. Это ленты миобиуса работают. Ну, может быть, да. Спасибо. Дмитрий, выбирайте свою, пожалуйста, презентацию. И выключите свой звук. Это не... Так, спасибо, не может выключить звук. Я ему сам выключу звук тогда. Дмитрий, убирайте, пожалуйста, презентацию. Презентацию выключите. Так, спасибо. Спасибо. Бариев. Бариев у нас есть. Следующий доклад – это Бариев. Обоснование позитронной природы шаровой молнии. Я почему-то Бариева не вижу. Так, тогда пропускаем Бариева. Следующий – Воронков. О динамике шаровой молнии. Сергей, пожалуйста, ваш доклад. Презентацию. Подключаюсь в демонстрацию. Да. Сергей, у вас всего 15 минут. Я постараюсь. Не 30, а 15. Значит, у меня, я обратил внимание, нетрадиционно в PowerPoint. У меня в PDF форме статьи, но я думаю, на качество не повлияет. Значит, вашему вниманию представляется работа, статья о динамике шаровой молнии. Значит, город у меня Псков, Псковский государственный университет. Значит, вначале хочу поблагодарить организаторов конференции. Значит, ну вот сегодняшняя конференция, также семинар, который проводился в РУДН длительное время под руководством Самсоненко. Сейчас, я так понимаю, там какие-то трудности возникли. Значит, для меня эти вот конференции, семинары важны, потому что я получаю, ну вот и сегодня с удовольствием послушал выступление, получаю много информации, которой, в принципе, нет, ну не во всех, так скажем. Сергей, Сергей, это научный доклад сегодня. Значит, для меня важно, почему я подчеркиваю значение этой конференции, значит, доклады Зателепина, Баранова и Чистолинова, значит, которые были на 25-й конференции, и из этих докладов я для себя получил важную информацию о том, что шаровая молния обладает свойством вращения. Значит, в моих работах, ну, которые были опубликованы в 2018 году, я пришел к выводу, что такие объекты, как линейная молния, торнадо, тропические циклоны, описываются моими нелинейными уравнениями, которые здесь представлены, значит, и они представляют собой квантовые эффекты на макроуровне. Значит, описывают, ну, кратко о этих своих уравнениях. Значит, уравнение я назвал динамикой вакуума, динамикой электронной среды. Значит, в чем особенность этой системы уравнений? Значит, представляют собой практически два волновых уравнения. Значит, первое векторное и скалярное, уравнение неразрывности и скорость света. Значит, эта система уравнений, значит, допускает две системы размерности – механическую и электродинамическую. Значит, если это у нас электродинамическая система размерности, то n – это у нас, вот здесь у меня представлено, значит, это отношение массы заряда электрона. Значит, φ – это скалярный потенциал, измеряется в вольтах, ну, соответственно, v – это скорость. Да, c – скорость света, определяется как производная дфи по дн. Значит, в механической системе размерности n – это плотность электронной среды. Значит, φ – это напряжение, измеряемое в паскале, ну, или ньютон на метр квадратный. Значит, эта система уравнений включает шесть уравнений, ну, и, соответственно, шесть неизвестных. Вот здесь у меня расписано. Значит, в чем особенность волновых уравнений? Значит, волновые уравнения включают нелинейные члены. Здесь вот эти полные производные расписаны, значит, как локальная производная и, соответственно, нелинейные члены, включающие перемножение конвективных производных. Значит, из этой полной системы уравнений была получена промежуточная система уравнений при определенных допущениях. Значит, вот эта система уравнений описывает квантовые эффекты на макроуровне для торнадо и тропического циклона. Значит, в монографии у меня все эти вещи подробно изложены. После анализа докладов Баранова, Зателепина и Чистолинова, значит, стало ясно, что одним из важных свойств шаровой молнии является ее вращение. Значит, я пришел к выводу, что вот эта система уравнения описывает и шаровую молнию. Значит, для анализа поведения шаровой молнии, значит, я выполняю численное интегрирование этой системы уравнений, ну, при задании определенных начальных граничных условий. Сергей, вот я прерву на секундочку. Вы тогда поясните, вот какие переменные входят в вашу систему уравнения, как вы их связываете с какими свойствами шаровой молнии, иначе никто ничего не поймет. Значит, одно из основных свойств шаровой молнии, вот из ваших докладов, я понял, что это вращение шаровой молнии. То есть, омега – это вот есть круговая частота вращения шаровой молнии. Значит, φ – это потенциал, который я задаю, ну, сейчас я дальше там буду рассказывать. С – это скорость света, ну, и, соответственно, это какой-то оператор ЛАПАС. Вот это, да. Значит, и, решая это уравнение, я хочу проанализировать численным методом, как ведет себя круговая частота шаровой молнии. То есть, вот эта система уравнений как раз и описывает поведение круговой частоты шаровой молнии. Значит, система решается численным методом. Ну, здесь вот у меня приведены фотографии из ваших статей, значит, да, которые как раз подтверждают, что шаровая молния вращается, да, эффект доктора. Значит, для численного решения, ну, я рассматриваю, понятно, чтобы упростить постановку задачи в одномерном приближении. То есть, вот это дифференциальный оператор рассматриваю как основной, ну, и как симметричная задача, значит, что позволяет, ну, свести задачу к одномерному. Значит, решается эта задача численным методом в явном виде, то есть записанное уравнение в явном виде. Ну, и здесь вот я привожу программу, кто захочет, может, программа несложная, можно этот расчет воспроизвести. То есть, результаты расчета представлены вот на этих графиках, да. Значит, в центре шара я задаю высокочастотные колебания, значит, частота у меня я задаю 0,75 ГГц. Ну, значение частоты, оно связано в большей степени, наверное, с возможностью программного обеспечения. Значит, задаются вот эти колебания, ну, и, значит, потенциал задается 10,4 В. Сергей Семенович, опять же, для понимания, частота этого, это есть омега, умноженная на 2П, правильно, деленная на 2П, правильно? Здесь частота у меня, это, значит, не круговая, а 0,75 ГГц. Это частота чего? Частота колебаний, значит, потенциала. Это частота колебаний электрического поля. Да, 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 электрического поля. Как и говорите, у вас здесь две величины спутанные, у вас вращение – это тоже частота. Просто для понимания, слушатели, продолжайте. Да, да, да. Значит, результаты представлены на этих графиках. Значит, смотрим здесь, как изменяется потенциал во времени. Значит, начальное значение потенциала во времени я задаю в центре шара, и вот оно поддерживается до шага тысячу, до номер временного шага тысячу, да. Значит, и после этого я снимаю это воздействие. То есть вот оно на этом участке только. Значит, возмущение снимается, но, как видно вот из этого графика, на границе вот этого шара, я его брал 7 сантиметров, значит, потенциал не затухает, а продолжает свое колебание. То есть вот это синяя – это как раз колебание потенциала на границе шара размером 7 сантиметров. Значит, здесь, на этом графике показывается, как изменяется потенциал вдоль радиуса, ну, в разном промежутке времени. Значит, в начальном промежутке там где-то 10, ну, и в конце у меня 10 тысяч шагов. То есть потенциал возрастает до значения где-то 7 тысяч вольт. То есть вот это вот верхняя граница. 7 тысяч вольт. Значит, ну, и на этом, на этих вот графиках показано, как изменяется круговая частота вращения шаровой молнии. Вначале, вот она практически, я начальное вращение шаровой молнии задавал равным вращению Земли. То есть там небольшое. И на тысячу, на 10 тысяч временных шагов мы видим, что начинается вращение этого объекта практически с постоянной круговой частотой. То есть вот где-то 50 радиан в секунду. То есть, ну, вышло на режим постоянного вращения. Значит, ну, из той системы уравнений у меня для торнадо и тропического циклона получено вот такое дифференциальное уравнение. То есть фактически совпадающее с уравнением Шрёдингера. Вот оно. Значит, и я вот это уравнение использую, значит, уравнение Шрёдингера использую для решения вот этого волнового уравнения. Ну, и здесь особенность, что квантуется круговая частота вращения этих объектов. Значит, проведенный расчет, я считаю, значит, позволяет сказать, что шаровая молния представляет собой также квантовый эффект на макроуровне и описывается вот этой системой дифференциальных уровней. Все, доклад окончен. Спасибо Сергею Семёновичу. Друзья, поднимайте руки, если кто-то хочет что-то спросить. А пока рук нету, спрошу я, значит, вот Сергей Семёнович, значит, первое, из чего состоит Ваша шаровая молния? Физически из каких, значит, вот молекул, атомов, из чего она состоит? Значит, поясняю, то есть вот эти уравнения, да, которые у меня получены. Короткий вопрос, короткий ответ. Они описывают процесс в электронной среде. Это электроны. Электронная среда, да. Слово плазма, наверное, Вы знаете. Может быть, Вы говорите о плазме, об ионизованном веществе просто, в котором есть и ионы, и электроны. Нет, я говорю именно электронная среда. Только электронная. То есть это вот эти шарики или там еще что-то, которые отталкиваются силами кулона, правильно? Нет, я думаю, не так. То есть в моей работе я ввожу понятие мировая среда. Это, в принципе, аналог понятия эфира, которое состоит из электронов электронной среды. Так, понятно. Значит, это некая специальная среда. Ну, тогда, собственно, вопрос к этой среде. Но я его задавать не буду. Спасибо. Анатолий Ильич, пожалуйста, Ваш вопрос. Сергей Семенович, в книге Григорьева описан случай наблюдения, когда шаровая волна была неподвижна, потом вдруг начала вращаться, а потом перестала вращаться, остановилась. Как объясняет это событие Ваша теория? Ну, я думаю, что вопрос о том, вращалось или нет, это его не просто зафиксировать. Так? Ну и затрудняюсь сходу ответить лучше. У меня здесь именно отмечается, что в вращении есть квантовый эффект. Сергей Семенович, понятно, что Вы на этот самый вопрос ответить не можете. Это вне Вашей модели. Анатолий Ильич, еще вопрос есть? Нет, больше вопросов. Спасибо. Спасибо. Филипп, пожалуйста, твой вопрос. Ну, у меня вопрос простой. Конечно, вывести уравнение, которое Вы получили, Вы не сможете. Это я понимаю, как и, в общем-то, любые законы, в том числе все три закона Ньютона, они не выводятся. Они выводятся из моих уравнений. Чего? Они выводятся из моих уравнений. Да, это все понятно. Я аж не об этом. Я говорю, что все законы, они угадываются, они выводятся. Филипп, Филипп, давай без комментариев. Вопрос, вопрос. Давайте я продолжу. Я буквально одну минуту займу. И вопрос у меня такой. Все законы проверяются многолетними исследованиями. Вот какие результаты, кратко, Вы можете сформулировать, что Ваша, так сказать, теория объясняет, дает эксперимент и так далее. Я пока ничего не увидел, что Вы объясняете. Тем более в циклонах, которыми тропическими циклонами я занимаюсь лет 12-15. Написал штук пять работ по этому делу. Никакого объяснения в циклонах Вы не даете. Ничего. Нет, такая сеть про циклоны я не говорю. Посмотрите. Эксперимент Вы объясняете. Филипп, Филипп, вопрос был задан, а комментарий сейчас не нужен Ваш. По циклонам Вы смотрите мою монографию. Общая динамика. Там все эти вопросы. А, это Ваши работы. У Вас же там антициклона нету и так далее. Я знаком с Вашими монографиями, они ничего не объясняют. Тропический циклон нет антициклона. Тропический циклон – это как раз проявление в этой среде, а не гидродинамическое явление. Да. Какие там кванты, о чем Вы говорите? Вы посмотрите, что эксперименты на американцев. Филипп, у меня просьба. Там есть антициклон, и циклон есть, все это есть у них. Это у них гидродинамическая модель. Сергей Семенович, Вы ответили, все, спасибо. Филипп задал, Вы ответили, спасибо. Но циклоны, антициклоны – это не тема этой работы, вот этой конкретно. Мы ее обсуждаем. Сергей Семенович, что-то еще или у Вас все? Все у меня, спасибо. Все, спасибо Сергею Семеновичу за доклад, спасибо всем остальным за вопросы. Ну, что-то прояснили, что это отличается, по крайней мере, от циклонов, антициклонов. Так, ну и у нас, значит, заключительный доклад этой сессии – это шаровая молния в газах и жидкости широносов. Валентин, пожалуйста, Вашу презентацию, давайте, вывешивайте ее. Так, меня слышно, идет, появляюсь. Слышно, слышно и видно. Теперь презентацию, пожалуйста. Вот, презентация появляется, здорово. Спасибо, мы видим и презентацию, и слышим Вас. Пожалуйста, Ваш доклад. В общем, природа появления двух- и трехмерных диссипативных нейроновесных плазменных структур, вихрей и шаровых молний, типа Боллайт, в линейных средах, в газах и жидкости, до сих пор остается загадкой. Они имеют определенные размеры, время существования и могут самопроизвольно зарождаться и возникать, и исчезать в режимах близких к турбулентному состоянию. Причем для них характерно наличие общих закономерностей, локализации, самоустойчивости и длительное время существования. Особый интерес представляет процесс образования и самоустойчивость плазменных образований, типа шаровой воды в жидкостях, при электролизе, и при химических и биохимических реакциях. Такие водные растворы, как правило, находятся в неравновесном термодинамическом состоянии с трехмерными диссипативными структурами типа шаровой молнии. В опытах мы наблюдали изменения спектров электромагнитного поля оптических, СВЧ, КВЧ, ГГц, диапазон, окислительно-восстановительного потенциала, при неизменном причем ПАЖ, водородном показателе. Изменение магнитной восприимчивости происходит при этом трансформация химических элементов, изменение химического состава растворов при электролизе, и возникает си стороны излучения. В нашем центре были проведены исследования неравновесных водных растворов методами ОВП и ПАЖМИ-3, атомно-иммерсионной спектрофиметрии, Доблер-УЗИ, гамма-камеры, рентгеноструктурного анализа, оптической СВЧ-спектроскопии, магниторезонансовым томографом. А также МАВ – это измерение магнитной восприимчивости с записью треков на ЦДР и ПЭТ-пленков. ПЭТ-пленки – это из тех, которые очень используются для бутылок, довольно удобно и дешевым мероприятиям. Физика процессов сложна, но в общих чертах понятно. Предложено достаточно простое объяснение на основе принципа наименьшего действия классической нервнейной механики, электродинамики и теории нервнейно-параметрического резонанса, ряда феноменов, наблюдаемых в нейронавесных средах, жидкостях и газах. Разработаны ряд устройств получения нейронавесных водных растворов с заданным составом и свойствами для различных областей промышленности и биотехнологий, то есть бытовых и промышленных. С этим явлением мы столкнулись довольно давно, еще в 70-е годы, когда я работал в Свердловске в райском научном центре индукологической физики. В этом я занимались физикой жидких металлов, расплавы, солей и так далее. Мы просто собирали установки, установки собирали, значит, по измерению магнитной восприимчивости жидких металлов. Тогда я работал у своих учителей, это Довгопол, Сергей Петрович, Филатов Александрович, мудрейшие люди просто. Вот тогда было обнаружено, что возникают некоторые какие-то дисципативные трехмерные образования локальные. Наблюдалось изменение восприимчивости в жидких металлах, причем в расплавах солей. Ну, дальше Апопея продолжилась уже здесь, в Ижевске, и вот мы использовали вот ряд приборов, которые мы использовали приборы. Вот на картинке они здесь есть. То есть различные, я не буду детально все подробно объяснять. В принципе, мы стараемся выкладывать PDF-ы, вас просим, чтобы вы прислали в нашем журнале. То есть можно отдельно потом зайти, посмотреть, где они изготавливаются и характеристики, и так далее. Ну, наиболее интересное, вот мы столкнулись, это УЗИ-сканер. Это ребятишки работали в Россию, уехали в ЛОПК, прекрасно разработали приставки хорошие. И также измеритель магнитной восприимчивости МВ в Новосибирске. Это вообще замечательный прибор, торсионные весы. Они позволяют на 2-3 порядка измерять магнитную восприимчивость в металлах, в жидках, в бумаге и так далее. Давайте перейдем непосредственно, так как время мало, к опытам в жидкостях. Я тогда помню, немножко рассказывал, сейчас немного поподробнее расскажу. То есть у нас есть электролизоры промышленно-опускаем, бытовые. Это вот порционного вида видно. И есть проточные, ниши проточные. Там используются специальные материалы, титан, специальными покрытиями, либо это платина, либо порта, ириди и так далее. То есть они из-за состойки позволяют вводировать большие токи. Срок службы порядка 40 тысяч часов. Технология российская, очень уникальная просто. Вот мы рассмотрим, который порционный электролизер поставил. Имеется нот, буква А, имеется катод. Дальше имеется некоторая мембрана. Налит у вас какой-то водный раствор здесь. Туда помещаются ампулы. Ампулы из стекла, диэлектриков. В частности, мы использовали полипропилен, фторопласт. Мембраны используются тоже различные. Особенно прекрасные мембраны. Это в Свердловске выпускается аэтоксид циркони. Замечательно интересные свойства. В качестве реакторов электродов использовалось КТ. Это вот справа. Значит, это, как бы сказать, под рукой Тесла, мы его обозвали. Слева КФ, клетка Фарадея. КТ видно, что там имеется отдельно анод-катод, расположенный на проблевом расстоянии. Причем размеры такие же, как делал в свое время Тесла. Там, на самом деле, есть довольно интересные резонансные режимы в воде просто. КФ чем интереснее? Там на порядок эффекты более мощные. Почему? Потому что в качестве катода, внутри стоит анот, а в качестве катода используется сеточка из державейка, либо из титана. Очень тоненькие проволочки. Как вы помните, была одна работа интересная, значит, там, когда смотрели на проволочках. Там появляется спектр ближе к 100-300 нанометров. Значит, стандартное, что мы вначале использовали, это ПАЖ, УВП и ПАЖ-метод. Но здесь вот представлены картинки, кто не в курсе, потом можно зайти и посмотреть, как они работают. Обычно там один электрод – это платиный, а другой электрод – сравнение. По идее, нужно пробулькивать водородом и мерить ЭДС, который возникает на двух этих электродах. Стандартно используется электрод-сравнение, там капающий калий-хлор. В результате возникает некоторый потенциал. Если платиный электрод и электрод-сравнение, вы получаете действительно восстановительный потенциал. Если вместо платиного электрода используется специальное стекло, там тоже внутри специальный электрод, то вы получаете измерение ПАЖ-казстратства водородных ем. Самое интересное, мы обнаружили, когда занялись всеми этими вопросами, стали исследовать электроактивацию с мембранами, без мембраны. Оказалось, что приборы, которые серийно выпускаются, они довольно неправильно показывают. В одном и том же растворе, брали большие серии приборов для измерения, они могут показать и плюс, и минус 300 мВ, например. Мы выяснили, в чем дело. Для равновесных систем приборы показывают правильно. А для тех систем, когда мы получаем при электролизе, возникают неравновесные системы. Это выражается в том, что ряд параметров меняется, и потихонечку начинается наблюдать с релаксацией. На карте в течение суток, сейчас вот добились, значит, получения питьевой воды с измененным отрицательным ООП, но с неизменным ПАЖ порядка года. То есть получилась довольно удивительная такая вода питьевая. Ну вот наиболее интересный результат, я сейчас сразу же акцентирую, то есть это исследования были проведены с помощью УЗИ-доплера просто. То есть на воду можно воздействовать самыми разными факторами и водные растворы. Мы воздействовали на бензин, керосин, расплавы, потом на расплавы металла, жидкие металлы тоже, это можно с плафудой использовать. Довольно хорошо, интересный объект получается. И вот с помощью УЗИ-доплера обнаружилось возникновение таких светящих, скажем, объектов-пазводов. Вот, например, на первом рисунке слева это наблюдается бесконтактная активация воды. Как бесконтактная активация происходит? Довольно просто. То есть вот берем снова вот этот экранизер, включаем анод-катод, подаем небольшие напряжения, порядка 12-24 вольта. Делается здесь раствор либо на соли, либо на калий-хлор, либо там на соде. Особенно на соде очень интересные эффекты. Дальше либо с мебраной, либо без мебраны помещаете электрические пластиковые сосудные стеклянные, и получается, что внутри них происходит изменение кислительного-восстановительного потенциала, при этом pH не меняется. Это очень поразительный факт, потому что согласно уравнению Нерста, есть линейная зависимость между pH и ООП. Вот. Вернемся дальше. И вот, скажем, при бесконтактной активации наблюдается прям вскипание такой плазмы. Здесь мы проводили бесконтактную активацию спирта, как мы работаем с медициной. Валентин, Валентин, я этот вопрос задавал, когда вы у нас на вебинаре выступали. Вот вернитесь к предыдущему. Просто люди ничего же не поймут. Вернитесь к предыдущему слайду. Вот к этому, да. И поясните, что снаружи у вас раствор соли или соды, а внутри просто что у вас внутри? А просто ампулы, либо из стекла, либо из диалектика. В частности, из полипропилена. Можно просто пускать одноразовые стаканчики. Все прочие у меня студенты делают. Да, да, да. И внутри. Из полипропилена. И внутри наливаете любую жидкость, которую хотите поисследовать. Спирт, водку, коньяки. То есть другой совершенно... Водный раствор, да. Другой раствор, совершенно не тот, который... И мы тогда еще на вебинаре обратили внимание, это Климов обращал внимание, что очень важно, из чего сделан стаканчик. Спасибо, извините, продолжайте. Да, вот. И провели цикл таких исследований. Ну, было интересно. В интерфиле там действовали, тоже обдорожили вот такие плазменные объекты. Продували водородом. Только водородом получены после электролиза. Потому что где-то в 17 веке были работы выполнены, еще продували водородом, полученный химическим путем. И вот и не менялось. Целый год они продували. А вот когда электролизом получается, нам лично понятно, почему происходит. Это при электролизе образуется водород. Дальше, значит, а вот если брали аналит, сейчас я поясню, что такое аналит, каталит. Это очень важно. Это широко распространенный сейчас препарат во всем мире. Просто это в России пробили, сейчас по всему миру идут. Вот когда мы берем анод, и здесь вот катод из мембраны, то вблизи анода, понятно, кислород, вблизи катода водород. И в результате вблизи анода образуется жидкость, которая имеет положительный кислительный устоятельный потенциал и очень маленький ГПН. То есть кислота, грубо говоря. А вблизи катода возникает жидкость, у которой ПАЖ очень высокая щелочная среда и ОПП положительная. За рубежом эти технологии используют для водопроводного адаптивации, перемешивают, влетают на основе щелочной кислоты, получают питьевую воду и поят, где-то очень дорогие цены такие, по 20 долларов за лебедь получается. Вот, значит, дальше что получается у нас. А вот аналит очень интересно. Вот в том диапазоне УЗИ, потому что УЗИ Доклер там имеется специальные выносные головки. Это очень важно понимать, когда что-то измеряешь, как, что устроено. И там есть определенные частоты. Вот мы на аналите вообще ничего не обнаружили. Вот каталит, он просто светится. А вот АНК, это смесь аналит и каталита, там появились тоже. Это наиболее распространенный раствор. Это лучшие антисептики в мире против ковида. В общем, против, ну, в общем, всего. А у питьевую воду, когда мы ставили проточку, там тоже возникают вот такие интересные вещи. Валентин, опять же для понимания. Вот смотрите, у вас процессы происходят во внешней по отношению к пробирке среде, а вы внутри пробирки, внутри, когда есть стенка, либо стекло, либо пластик, полипропилен, внутри регистрируете изменение ОВП, окислительно-восстановительного потенциала, и внутри регистрируете изменение ПАЖ. Правильно я понимаю? Внутри регистрируем изменение ОВП, и ПАЖ не меняется, самое интересное. То есть это нарушение как бы уравняемое. Но ОВП изменяется. Да, причем изменяется настолько значительно, мы догоняли даже до минус 2000, после этого можно получить взрывы просто. А ПАЖ не меняется. А электрические процессы идут в среде, вот ионно-катионной среде, вот которая вокруг этой пробирки. Да, снаружи. Еще причем химический состав не меняется. Но внутри пробирки, обращая внимание, у вас, тем не менее, имеется электрическое поле. Это правильно? Не обязательно. Ну как не обязательно? Сейчас я скажу. Кратко отвечаю в Швейцарии. Значит, к нам подошел один доктор из России и сказал, да это же электролиз, у вас же поля воздействуют. Хорошо, давайте. Мы взяли сам раствор из соды, провели электролиз. Его убрали электроды и внутрь поместили наши пробирки. Утром пришли, достали пробирки, там закрывается все. Там еще где-то около 10 академиков из Швейцарии прибежало. И оказывается, изменилось просто само жидкостью. То есть сама жидкость становится возбужденной. Она переизлучает. Причем излучение может очень долго длиться, в зависимости от какого сосудя она потом находится. Там очень много тонкостей. То есть вы хотите этим сказать, что дело не только в электрическом поле от катода и анода, а еще от того, что у вас есть раствор вокруг. Да, то есть он возбудился и как раз фиксируется по учизе доппера появление вот таких очень интересных шариков, светящихся просто. Вот здесь как раз я включу. Сейчас вы видите, вот это, ну, здесь доппера, то, что мы наблюдаем, видите. То есть если не трогать, это ничего не трогать. Как только включили, видно, появляется на этих частотах, мы их видим просто. Они начинают двигаться. Кто они? Кто они? Что-то скажите. Ну, вот эти объекты. Болгу сложно назвать типа шаровой моблик. Это что, светящееся что-то или что это такое? Да, это светящие красные такие образования. Самое интересное в медицине, вот мы занимались одним доктором, у него уже три монографии. В медицине это наблюдали раньше с помощью доктора, но считали, что на самом деле какие-то, в общем, кровавые штучки, всякие остальные. То есть примеси какие-то. А сейчас только выяснилось, что это не примеси, что-то энергетическое образование. Причем мы наблюдали в диссерованной воде, в которой очень чистая, хорошая вода. И это очень было важно. Почему? То есть когда у нас меняется ОВП, пашни меняются, причем это долгоживущая система. То есть можно при определенных слоях она и полгода, год сохраняется. Вот в Москве сейчас они производят вот такую питьевую, красивую, бутиллер, все. Почему это важно? Потому что когда ОВП отрицательная, вот включая справа презентацию, поймете, то, что у нас в крови получается. То есть когда с возрастом у нас слипается эритроцит, вот не слипшийся, а когда вы начинаете поить отрицательную ОВП, посмотрите, они просто как раз разлетаются. Эти были работы проделаны американцам, там имгрегидрин был изобретен, то есть таблеточки такие давали, вот это все было записано, посмотрите. То есть это очень довольно интересное явление. Дальше просто я боюсь, что вот не успею, постараюсь изложить вопросы. Дальше что мы сделали? Очень есть работа Першина. У Першина, значит, ему прислали из Америки, прислали, значит, растворы, активированные с помощью кавитационной обработки. Они в МГУ договорились и на МРТ провели исследование. Вот здесь видно вот этот раствор, вот если видите, не первый, который там скелетный, а второй, значит, видно два образца. Один образец слева светится, второй – это опытный, вернее, контрольный образец. Контрольный образец, ну, как обычно, его не видно почти. А вот который был обработан кавитацией, приближал 7 месяцев, то есть видно, что он светлый. Светлый. Першин это просто объясняет, и в Академии НОГ сейчас они объясняют, что это спиновые изомеры, это водороды, сориентированные определенным образом, но это похоже. Мы здесь провели довольно любопытно. Есть такой МРТ-спектрометр в Москве, там есть определенные частоты напряженности. И вот наш товарищ пришелся, позвоночник, устал смотреть, рядом положил бутылку с полученной, с питьевой низированной водой, с отрицательной ОП, а справа положил обычную водопроводную воду. И видно, что справа вообще ничего не видно. Просто можно побольше, конечно, сейчас сделать. Попробую вот растянуть. Вот так вот увидите, да? Ну, так лучше видно, потому что практически на ваших микроскопических рисунках ничего не видно. Да, но я могу сейчас побольше это вот растянуть, и так быстренько вот увидим, вот сюда сместить рисунок. Вот видно. Вот здесь она светлее, а здесь вообще ее не видно. То есть очень интересный эффект, что на самом деле вода, обработанная с отрицательной ОП, она получается на самом деле просто магнитной. Это очень интересный самый эффект, этим сейчас занимаются очень многие. Здесь вот мы делали, здесь в Ижевске делали, то есть помещали наши распоры контактные-бесконтактные, и видно просто их свечение. Они прям переливаются все стороны. А свечение-то в каком, с каком спектральном диапазоне? Вечение, это условно говорю, потому что если возьмете обычную воду, как в каком спектральном диапазоне, вопрос сначала. Это сразу объясняю. МРТ – это магнитно-резонансный томограф. Там прикладываются магнитные поля, они однородные, плюс перемены высокочастотные, обычно дипозон 10 Тесла, соответствующие частоты для ядерного магнитного резонанса, и потом смотрится отлик. Понятно. И в результате эта вода обладает большей магнитной восприимчивостью, получается, как они объясняют, спинной изомерой. И поэтому она более ярко видит. То есть свечение – это условно? Это свечение, это реакция в МРТ этой самой автомагности? Да, это сигнал ядерного магнитного резонанса. Я просто не очень хочу долго это рассматривать. Понятно. То есть это высокочастотный электромагнитный сигнал? Понятно. Да, там неодородное поле определенной области, что-то это вас там и видит на МРТ. Понятно. Дальше вот давайте перейдем быстренько, иначе как долго будет. Это то, что я примерно как объяснял. То есть мы проводили ряд таких любопытных опытов. То есть имеется опять у нас порционный электролизер. Здесь вставляется клетка Фарадея, потом датчик температуры. Есть один из стекла, другой из полипропилена. И дальше мы проводили активацию. Самое интересное, конечно, было, когда мы активировали инфузионные растворы. То есть инфузионные растворы мы ничего там не вытаскали. То есть в них ООП становится, изменяется порядка до 600 мВт. После этого любопытный эффект наблюдается. Что при этом происходило? Какие результаты получились, когда вот БП исследовали? Самое интересное, что в таком порционном электролизере мы стали проводить и получили патенты на кристаллизацию различных веществ. То есть можно, скажем, взять вот марганец. Здесь рентгеносспектры марганца представлены. Марганец бесконтактно проактивировать, кристаллизовать, и потом получается рентгеномортная фаза, например. Мы это делали не только с Марганцем. Получали, когда патенты 4 года мучились, это и на металлах сделали, сплоходы. Потом взяли органические, неорганические. Везде наблюдались изменения рентгеновских спетров, наблюдалось изменение химических составов при бесконтактной активации. Вот здесь внизу табличка, соответствующие элементы, как они менялись, как стекле, как не стекле и так далее. Это я выложу там, можно все это посмотреть. При этом, что интересно, мы наблюдали, значит, не только изменения химического состава, химических элементов. То есть это фактически до температур, до 100 градусов. То есть, грубо говоря, от нуля до 100 гоняли, в 3 комнатах довольно простые такие эксперименты. А метод анализа проводили атомном эмиссионы с индуктивно связанной плазмой на следующем приборе. Так, потом мы наблюдали также изменения с помощью прибора ИМВ, изменения магнитной восприимчивости водных растворов. Обычно где-то в системе 7-800, а когда взяли ИМВ, увеличилось фактически на 3-4 порядка магнитной восприимчивости. А потом наблюдалась релаксация. Так, ну вот, в частности, приведу активацию водных растворов. Было тоже любопытно, здесь целая таблица, потом можно зайти посмотреть, это значит по времени в часах, это значит изменение различного раствора, значит, физраствора обработанного, раствор микрогидрина тоже, когда растворяли, он тоже меняет ОВП воды. Это то, что вот таблетки долгожитель называют, и бесконтактно он меняет. В результате мы нашли, что он излучает вот этот прибор, поэтому в Штатах его пока не разрешили просто. Самое интересное оказалось, что когда брали, вот проще вот на этом, в снимке подскажу, мы брали различные вирусы, бактерии в парамирочках, помещали сюда, здесь помещались датчики измерения ОВП, потом все это уделалось на ЦП, на ВМ, и смотрите, как любопытно получилось. То есть, когда все это включали, значит, то в результате в питательной среде бактерий начинает или вирус, или там нейрологические всякие, в бякости там занимались, они дают мощнейший сигнал. Мы довели чувствительность фактически до одного микроорганизма на миллилитр. То есть, это было все опубликовано. Интересно, что меняется, даже просто простейший эксперимент, бесконтактный цвет маркетинга, видно. Меняется его спектр, естественно, просто. Меняются рентгеновские спектры, меняются. Дальше у нас были прекрасные приборы, мы сейчас передали их в университет, значит, это спекорд М40, М80, это двухлучевые, это диапазон оптика инфракрасный. Вот самое интересное, здесь вот тоже представлены графики от 200, скажем, до 400 нанометров. Это исследование растворов анолита, католита, НК. Я напомню, анолит получается около аноды, католит около катода, а НК их смесь. И вот как раз на этих кривых мы получили два горба, причем диапазон от 200 где-то примерно до 280 нанометров. И большое подозрение, что там возникает как раз возбужденная перекись, H2O2. Потом эти горбы сравниваются, идет диссипация просто. Так, ну это вид приборов, дальше я перескочу. Какие интересные эффекты при этом были, любопытные. То есть подхватили нашу диалогу не только в Ижевском мельнике, мы это все использовали. То есть мы стали... Мы про сыровую молнию хотели что-то сказать. Да, сейчас я так. Вот название, пока сыровых молни еще не было. Сейчас я дойду просто. Значит, вот, скажем, физрастворы, когда мы активировали, то есть они вместо плюс 390 становились минус, после этого назначались капельницы, и потом исследовали воздействие бесконтактно активированных фасторов на эритроциты. Эритроциты меняли свою форму, на них появлялись шипы, вот такие, значит, причем чистка сосудов происходила, онкологические заболевания, буквально вот опухли за где-то месяц, иногда за два, две недели проходили, люди из комы выходили. То есть, в общем, вот. И вот когда вот... Мы почему считаем, что внутри... Сейчас подойдем к физике, к объяснению. То есть мы проводили многочисленные исследования на животных, на растениях, на рыбках, влияние вот этих активированных контактных, бесконтактных. Вот здесь предоставлены на металлах и так далее, на бензине тоже получается очень интересный, качественный бензин, выпадает в осадок, он чуть неделю опять становится. Вот проводились испытания различных напитков, водки, йогурта, значит, на... Вот. А сейчас перейдем вот к интересному дальше, что мы говорим. Я тогда говорил, что мы взяли вот электролиз и диски. То есть вдохновило то, что вы делаете. То есть проводится электролиз, снизу подкладывается диск, и вот в результате, если просто берем чистый диск, все нормально, после того, как проводим вот такой электролиз, появляются вот такие треки. Более точный электролиз какого продукта вы проводите? Значит, электролиз мы проводили на соде, то есть брали клетку Фарадея, она более эффективно, порядок работает. То есть в результате производится, значит, электролиз воды, здесь еще бесконтактный. Берется просто вода или вода какая-то? Да, берется вода, добавляется сода туда, опускается вот этот КФ либо КТ, электролизер включается, порядка где-то 12-24 вольта, токи от 1 ампера до 3-4 ампер, давали в результате появляются очень большие вот такие различные треки, оплавления в зависимости от каких режимов. Я сейчас секундочку-то пробегу быстро. Дальше, значит, что мы сделали? Мы взяли на йогурт, с йогуртом вообще интересно. То есть мы научили бесконтактно готовить йогурт, вот этот, значит, тоже подкладывали диски, с йогуртом вообще. Вот более точный, еще раз более точный эксперимент. Где йогурт? Значит, что мы делали? Вот здесь есть просто сосуд, куда опускается электролизер, включается опять раствор соли, куда опускаются пластиковые сосуды с молоком, куда опущена закваска. Происходит электролиз, бесконтактно меняется ООП, вот где изолированно находятся молочные структуры. Вот эти, в результате на дисках появляются очень интересные вот такие всякие красивые вещи просто. Дальше мы проводили опыт из дрожжей. Но с дрожжей вообще гораздо все проще. То есть берутся обычные дрожжи, они очень быстро развиваются, то есть берется чашка, туда запускается, значит, только там очень правильно нужно дозировку делать на стакан воды, 200 миллилитров, нужно ложку сахара, иначе они не любят без сахара просто. И вот очень быстро идет такая ситуация, и опять возникает вот такие ряд треков. А электролиза уже нету? Электролиза уже нету. Это уже просто белориза. Покажите, пожалуйста, следы поподробнее. Следы покажите, пожалуйста. Сейчас мы дрожжи, вот, пожалуйста, вот возникают вот такие различные... Хоть один увеличьте. Вы тут намельчили так, что ничего не видно. Хорошо, давайте вот так вот. Хоть один получите. Вот так вот. Покажите. Вот такой возьмем. Вот он. Вот такой червячок просто возникает. Любопытно. Это какое увеличение примерно? Так, это примерно увеличение где-то раз 40. Вот размер рамки. Сколько миллиметров? Размер рамки вот этой фотографии. Так, ну вот берете диск, и вот берем с диска в 40 раз увеличение, получаем вот такие следы. Ну, я знаю. Это 2 миллиметра размер диска. Потом можно взять... Есть и вот такие следы, двойные, получается. Причем с загибоном куда-то уходят. Потом там самое разнообразное. Это настолько... С дрожжами вообще трудно работать, потому что они иногда очень хорошо растут, иногда плохо начинают расти. Просто понятно влияние, то, что вот температура фиксируется там, то, что докладывали. А у вас это что, тройной след там? Вот предыдущий вот. Нет, вот следующий. Где дрожжи? Следующий слайд. Так, следующий. Да, тройной. Да, там тройные есть какие-то. Покажите, тройной след. Покажите, пожалуйста. Тройных мы еще ни разу не видели. Нет, тройных здесь я не вижу, где тройные. Это просто здесь... Две дрожжи. Да, две дрожжи. Слайд. Следующий слайд. Бледный. Третий очень бледный, но и тройной он был. Правильно. Следующий слайд, пожалуйста. Следующий. Ну, давайте вот. Следующий слайд. Значит, здесь что делали мои студентки? Просто брали диск? Нет, нет, нет. Ну, где дрожжи было написано? Хорошо. Вот так. Дрожжи тут сейчас найдем. Сейчас, секундочку. Я контролю себе. Куда-то он пропал у вас. А, вот он. Вот здесь. Вот, вот. Да, вот, я правил, тройной какой-то след. Или я не видел? Нет, они двойные. То есть два рядом, параллельный, два по два здесь. Посредине третий. Вот Филипп подтверждает, что три тоже. Мы тоже три видим, так? Вот это у нас вообще никогда не было. Вообще никогда. Нет, вот смотрите, она загнулась налево, ушла просто. И там два двойных. Вот здесь. Просто это нужно увеличивать, смотреть просто. Ну, может быть, это два двойных, да. Извините, я перебил. Это два двойных, да. Продолжайте, да. Да, давайте. Просто кому интересно, можно потом взять, скачать, увеличить там все это смотреть. Вот здесь это то, что на животик, может, на себе продет. Там же куча, понятно, бифилактобактерий. Мы поняли, что они тоже размножаются. Там, грубо говоря, идет термонирование. Ну, точно. Кладете CD-диск просто на человека. На живот просто, да. Ходите, вечером кладете, спите с ним, ходите. Часов через 12 начинаете смотреть вот эти все. Покажите поподробнее, пожалуйста. Треки или что показать? Треки, треки, да. Мы сделали пересутки, ничего не видно. Вот такой, например, вот здесь есть. Вот двойной идет трек просто. А вот это вот правая часть, вот не левая, где двойная, вот правая. И там какая-то синева такая, типа, что это такое? Они какие-то, знаете, еще как объемные. На самом деле помимо не только поверхности внутри. То есть они не уходят, как вот были наблюдали, из поверхности вылетают. Но там внутри, там нужно просто видно фокусировку, что ли, делать. Я не знаю. Это сфокусировка, и это означает, что вы сфокусировались на нижнюю часть трека, а он на самом деле проплавил еще яму целую такую. И здесь вот куча вот таких есть, тоже вот целая плеяда каких-то образуется, хотя диски чистые были. Но самое интересное началось дальше, сейчас я это покажу. Значит, здесь ребята экспериментируют, ну, делают установки. Нужно пластмассу клеить. Вот взяли секунду, это можете купить. Дальше соду берете. Плюс PET. Мы перешли на PET-пленки, они продаются в больших площадях, миллиметр толщины, гораздо дешевле, в них дело, загибается очень хорошо. Плюс магнит еще мы добавили. Что получилось? Берете вот здесь вот сам эксперимент. Сейчас мы попробуем увеличивать, если увидите его. Видно, да? То есть пленка PET, дальше берется сода с секундой, магнитики ставятся и начинается процесс. Сода с секундой – это что? Это раствор? Это такой пакетик? Расскажите, вы люди не знают. Да, сейчас скажу. Насыпаете обычную соду, которую дома берете, насыпаете горку соды, потом берете клей с секунду туда, немножко так перемешаете, и там начинается процесс, даже разогрев немного идет. Мы ставили еще плюс магнитики сюда, и вот обнаружилась довольно любопытная вещь. То есть появились вот такие треки. Смотрите, видно, да? А магнит где был? Снизу, слева, справа где? Магнит мы использовали вот на картинке, сейчас я еще снова включу, вот они, магнитики стоят здесь, вот они. И снизу, сверху они прилипали к друг другу, чтобы четко было фиксировано просто. Понятно, да? То есть это перпендикулярно поверхности? Да, перпендикулярно поверхности. Да, и на довольно большом расстоянии от них еще близко не получалось, когда вот мы с соды секунду делали. Возникали вот такие дуги просто. Причем их во многих местах довольно много. Сейчас еще, вот здесь вот целая плеяда. Диаметр пятнышка какой был соды? Соды? Ну, примерно берете горку где-то миллиметров 4-5. А вы ее поставите сверху на подпленку, что ли? Да, только мы еще подкладывали под нее бумажку. Почему? Потому что она разогревается, в этом месте может оплавлять немножко, нагревать. Когда бумажку все-таки, как теплоизолятор, через бумажку, похоже, это проходит. Если начнете экспериментировать с алюминием, еще я не знаю, это там бесконечно. А здесь, видите, целая плеяда вот на расстоянии довольно приличном. Вот, могу сказать, я скажу, где-то сантиметра вот 2-3, там почему-то возникают вот такие закругления. А рядом не было. Рядом прямые треки были просто. То есть это целая гамма. А дальше, чем дальше, еще больше. Здесь вот вообще, это вчера только поставили опыт, я покажу вам. Вот я сейчас включу, вот сам опыт. Я не знаю, вы видите, нет? Могу увидеть. Я не видно ничего, у вас микроскопические рисунки такие. Сейчас, вот. Вот сейчас чуть-чуть лучше видно. Так, надо опять будет мешать. Вот, вот, вот. Что там делается? Сейчас я объясню, что там делается. Да-да, вот хорошо бы объяснить, так. Да, вот. Схема простая. Вот, берем, увеличим, вот тут сам опыт, в чем заключается. Вот это все. Может, надо было включить демонстрацию, тогда бы отдельно было. То есть берется алюминиевая фага, туда насыпается горска магния. Берете магния обычная, которую, ну, никуда достать. Потом туда, значит, вокруг вот эта пленка, сделала вот так полукругленностью. На эту пленку с внутренней стороны еще фторопласт, потому что вспышки очень мощные, температура мощная просто. И здесь магнитики расположены, видно, на пять пленки. Дальше берете туда капельку воды, только осторожней, потому что если их много, это взрыв происходит. Мы давно этим занимались, взрывчатку у нас там договор был еще при Советском Союзе. А это порошок магния не окисленный, правильно я понимаю? Да, это просто берете обычный магнию стерень. Он же быстро очень окисляется. Нет, вот самое интересное, что вот алюминий окисляется, а магния нет. И магний с ним, если магний, как электроды из плода, вообще забавные процессы идут очень, как оно. Как вы поджигаете? Поджигаете или само? Мы не поджигаем. Мы берем порошок, берете вот стерень, которая в магазине продается напильничком, вот так накрошите. Потом достаете нитрат с серебра, они продаются, поставляются. Один к одному перемешиваете, и потом сверху капельку воды. Ну и происходит бабах. Только немного, иначе ослепнете, и взрыв очень мощный. А нитрат серебра – это для того, чтобы азота туда добавить, правильно я понимаю? Вот когда нитрат серебра, это известно, на ютубе можно найти с магнием, и капельку воды там возникают такие мощные реакции. Это можно посмотреть, как все описано. А вот что получилось. Еще раз видео включите на этой. Так, сейчас давайте включим, сейчас попробую только как-то вынесем. Вот здесь, наверное, видно будет. Да, ну более-менее вот здесь видно. А где у вас вот эти CD-диски в этот момент располагаются? Они вокруг вот располагаются. Сейчас не CD-диски только, а это располагается… ПЭТ-пленка, вот она и CD-диски. Извините, извините. Ему удобно с ПЭТ-пленкой работать. Она, ребята, зашлины, можно любые листы, то есть вокруг цилиндра можно делать, только можно защищать ее фтеропластом, когда вот такие мощные процессы идут. Иначе просто мы сперва так делали. И вы следы на вот этой пленке, которая вокруг вот так навернута, правильно? Да, правильно. А вот дальше вот здесь есть ряд снимков, опять надо увеличивать. Наверное, давайте попробуем вот этот, увеличу просто. Вот это один из снимков, смотрим. Вот здесь магнит был расположен, причем рядом с магнитом возникает целая плеяда. Причем рядом начинается плеяда таких треков мощных. Дальше, если смотреть их продолжение, от двух магнитов, оказывается, с двух сторон возникают вот эти треки мощные. Они вот прям перпекулярно перекрещиваются. Видно, что они двойные, мне кажется, просто. Да они, по-моему, многоярусные эти треки. Да, они многоярусные еще. Боже, сколько там этих линий. И самое важное, сейчас я объясню, как делался опыт сам. Это очень важно, просто иначе неправильно будете делать. Вот, смотрите, я объясню, как эксперимент с ПЭТ-пленкой делать. С лазерным диском покруче, но дороже. Как мы делали? Вот это микроскоп стандартный, продается, там до тысячи увеличения просто. Можно под низ положить зеркало в облакое, сверху ложится ПЭТ-пленка. Тогда, меняя фокусировку, можно посмотреть нижний, верхний слой, и тогда четко вот эти треки видны. А если ПЭТ-пленку положить просто на бумажку, очень плохо видно просто. А за счет зеркала отражение вот эти очень... То есть у вас подсветка за счет верхнего света и сверху, и снизу подсветка. Нет, сверху идет подсветка, там есть локальный, вот справа и слева, там еще светодиоды, и отражается от зеркала, отражается снизу. Снизу за счет зеркала. Да, и можно объемно, меняя фокусировку, посмотреть верхний слой, нижний слой посмотреть. В общем, довольно удобно. Спасибо, это хорошая технология. В результате возникают вот такие треки. Самое интересное, мы наблюдали... Валентин, Валентин, у нас уже время совсем, к финалу двигаемся. Да, кратко объясню. Мы с плазматронами работали, то есть мы давно ими занимаемся. Можно, вот эта пушка специально с укрепленными пульсами, ее можно расположить в пульсе отдельно, прям плазма загорается с густой. Мы вот не бросили работу, то есть отдельно прям пространство загорается. Тоже треки частиц появляются. Я хотел буквально разрешить и буквально по модели сказать, как мы это объясняем, почему это возникает. Валентин, Валентин, наверное, на модель уже вы в докладе все опишите, который мы опубликуем. И мы это все опубликуем. Просто сейчас уже на модель, наверное, она займет 10 минут, а у нас уже времени совсем нет. А можно одну минуту попробовать, просто уложить. Если за одну минуту, то да. Ну, пожалуйста, это коротко. Наша модель очень простая. Это на основе нелинейного параметрического резонанса. Нам удалось рассчитать обыкновенное фермерциальное уравнение, когда одной из двумя частиц в мире, это никто никогда не решал. Мы разработали целый пакетный программ и доказали, что две частицы, заряженные с дипольными амблементами, неважно какие, могут образовывать устойчивую пару. То есть, если вы возьмете два магнита, они либо притягиваются, либо отталкиваются. И понятно, когда они исцелируются, возникает вот такая устойчивая пара. Частицы взаимодействуют не электрически, а магнитно. Не обязательно магнитные. Когда у Гитлберга рассказал, то есть, это могут быть ядерные дипольные моменты, электрические моменты. Понятно. Продолжайте. Как хотите, я бы заявил. Все. Понятно. Тем более, вы тоже сейчас все начинаете с водой работать. То есть, вода удобная такая штука. Ну, все, спасибо. Извините. В общем, я выложу. Там можно посмотреть. Спасибо. Спасибо, Валентину. Друзья, ни одного как бы вопроса нет. Рук не поднятых я не вижу. Но все-таки тогда я этот вопрос задам. Пожалуйста, Валентин, на своих слайдах покажите хоть одну шаровую молнию. У вас были эти слова, но вот я как бы этого не увидел. Может быть, я пропустил. Хорошо. Вот показываем на УЗИ Доплере то, что мы наблюдаем. Вот возникает в активированной воде возбуждено такие красные плазминные образования. Это, если кто знаком с УЗИ Доплером, те понимают, что это шары, в которых происходит вращение, то есть его наструктор и так далее. Ну, вот это спасибо. Это хорошая иллюстрация того, что не обязательно шаровые молнии энергетические. Это же не энергетические, а это есть что-то светящееся, что-то излучающее. Ну, вода иницированная. То есть, она имеет ДВП, заряды, еще что-то там. Очень непонятно. Друзья, возникли вопросы, слава богу, так. Ну, вернее, возникли вопросы. Савченко, пожалуйста, ваш вопрос. Короткий вопрос, короткий ответ. Да. Вот там было где-то в середине, активировали воду, помещали бактерии. Алексей, погромче, погромче. Активировали воду, помещали бактерии, и они давали мощный сигнал. Дело в том, что вот тут вот не видите ли вы аналогии по транспортации бактериями, вот то, что проводили эксперименты Корнилова у нас в институте Кощеева. Вот за счет вот этого воздействия они как раз вот как-то стимулируют транспортацию вот элементов. Потому что тут мы все рассматриваем различные виды транспортации, но забыли о транспортации бактериями, которые, в общем-то, сейчас широко пытаются использовать. Вопрос в чем? Да, это происходит. Есть ли аналогия с Корниловой? Возможно, Валентин не знает, что с этим работой. Не может ли влиять как-то на транспортацию элементов, которые они вот как раз и делают? Да, конечно, могут ли. Но этому подтверждению нет пока у вас. Вы просто это предполагаете. Они меряют только ОВП, а каков состав там получается внутри, вы этого не делаете, насколько я понимаю. Ну, простейшее подтверждение показывает, то есть треки образуются, когда дрожжи, когда, скажем, йогурты, когда рост растений. Нет, 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 а это вопрос был к транспортации элементов. Алексей, спасибо за вопрос и примерно понятен ответ. Высекало, Филипп, пожалуйста. Хотел бы, чтобы вы пояснили, вот с лейкоцитами, как происходило, они что, заряжены у вас получались? И повышался заряд лейкоцитов? Или поясните мне эти эксперименты? Вещь идет не лейкоцитов, вот я вот показываю, эритроциты. Эритроциты. Студенты занимались бесконтактной активной крови, обнаружили, что вот форма эритроцитов, сейчас я увеличу, вы видите, вот такая обычная, в виде дисков, понятно? Да. А когда стали... По длину таких, да? Да, это на электронном сканирующем микроскопе смотрели. Появляются шипы. Это очень интересно, когда мы работаем с ковидом, работали с ковидом, те же тоже шипы выставляют. И вот эти похожие эритроциты приводят к тому в таком виде, что наблюдается удивительный эффект лечения. Онкология, рак и все прочее. Ну, пока нам это запретили, сказали, только можно же вот. Да. Значит, еще раз, Филипс. То есть, вообще, какой-то заряд появляется, да? Или как вот шипы эти можно объяснить? С моей точки зрения, это энергетика. Если возьмете резиновый диск, начнете раскручивать, у него тоже появятся шипы. Он неравномерно скручивается. То есть, это энергетика, он лазит туда, и потом это похоже используется. То есть, гуляют волны Дебройля электронно. Ну, не знаю, кому как нравится. Ну, волны Дебройля слишком маленькие для вот этих размеров. Филипп, у них, это же внутри в какой-то пробирочке, которая помещена в такое, в осцеллирующее поле, кровь в пробирке помещена в осцеллирующее поле. Вот такие чудеса творятся. Ну, они боли, в активированную воду. А вот с лейкоцитами такими вещами не занимались? Не знаю, надо смотреть. У меня дипломный проект, мы сейчас выложили, там очень столько работ. А это же вообще лейкоцитные, это разделили кровь на лейкоциты и ретроциты, что ли? Так надо понимать? Ну, это и ретроциты вот он. Нет, 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 это вопрос к Шароносову. Хорошо, понятно, понятно. Немножко пока не знаете. Я могу подсказать, скорее всего, если кровь вот так оставить, происходит разделение. Лейкоциты опускаются, ретроциты поднимаются. И если вот с верхней частью реакция седания ретроцитов, то на нем можно вот эти наблюдать. Спасибо, Филиппу, за вопрос. У меня еще одно замечание. Вы назвали диссипативные структуры, но явно видно, что здесь и кумулятивный процесс происходит. Поэтому вообще-то кумулятивно-диссипативные явления надо называть. Это в дополнение. Это в дополнение, пожалуй, правильное. Антюшин, пожалуйста, Владимир. Могу подтвердить действия Лады, которые Шароносов сделал, потому что проверил на себе и на своих близких. Работает исключительно. Владимир, у тебя там кто-то кричит, мы больше его слышим, чем тебя. Ты чуть-чуть попозже вопрос задашь, я пропускаю, потому что когда там угомонятся люди. А сейчас Владимир Бычков, пожалуйста, Володь, твой вопрос. Володь, включи, включи, пожалуйста, микрофон. Включил. Включил для комментариев, что мы уже с Никитином Анатолием Ильичем много раз говорили, что надо избавлять людей от любови, называть что-то шаровой молнией. Можно найти, называть шаровые конгрессии, можно называть светящиеся шаровые образования, но ни в коем случае не называть шаровой молнией, потому что для нее есть 46 параметров, которые вы здесь не отслеживаете. Понятно, Володь, понятен твой комментарий. Пожалуйста, справедлив. Можно отвечу. Если ты обратил внимание, я два раза педалировал этот вопрос, и мы эту тему в более мягкой форме, чем ты, выяснили, что это не совсем шаровые молнии, а что-то особенное. Это вообще не молнии, в общем-то, это не молния, это светящиеся шаровые образования. Ответить можно? Да, конечно. Согласно академику Пордиумова клички по синергетике, написано, что в нейронаристических системах могут возникать трехмерные дисципативные структуры, которые могут наблюдать в совершенно разных средах, в газах, в жидкостях, металлах, распалах, в виде трехмерных дисципативных структур. Вот и все. Мы и наблюдаем трехмерные. Это более правильное такое академическое название и понимание. Пожалуйста, вот и вы и называете. Зачем вы? Ну хорошо, да, да. А тоже шаровые молнии, это тоже самое? Трехмерные дисципативные структуры? Нет, это не то же самое. Мы за это и боремся здесь, чтобы не называть то же самое разными названиями. Мы боремся за общее понимание процессов, которые происходят. Мы не боремся за это. Давайте, друзья, друзья, сейчас не будем. Чтобы бороться, надо аккумуляцию включать. Тогда у нас будет 10 минус 15 до 10, 26 метра. И называться будет пласт мой дом. Филипп, Филипп, пожалуйста, друзья, пожалуйста, не нужно хаотически давать. Владимир Бычков сделал правильное замечание. И на этом вот эту часть дискуссии останавливаем. Вот теперь я снова к Антюшину возвращаюсь. Володь, пожалуйста, ваш вопрос. Я хотел спросить, а активация воды после ВТК, она в сутки или больше продолжается? Я потому что еще не мерил. Год, десятилетие, столетие. Проблема в том, что когда объединяются вот эти спиновые частицы, на вроде спиновый заряд, незаряженные частицы, на ней возникает как бы два диполика, вдруг поля. Потом они сами объединяются между собой. И в результате макроприборов их мы наблюдаем. Если мерить более... Они потом распадаются опять на эти кластеры небольших размеров. Атомарные, электронные. И только потом с помощью стольких приборов, с помощью МРТ, ЕМАР, ЭПР, либо Гегерцов, диапазон, наблюдаются вот эти пики орты. Если я правильно понял вопрос Владимира Антишина, что сколько времени эксперимент ваш длится? Наш эксперимент длится, в зависимости от того, что мы хотим получить, от, скажем, секунд до 30-40 минут, до 2-3 часов, в зависимости от того, что мы хотим получить. Если питьевая вода, которая в проточном режиме получается, эта вода сохраняет длительно свои свойства. Если специальных сосудов, без доступа воздуха и так далее. Спасибо. Вот это есть ответ на вопрос Антишина, насколько я понял. И теперь Чижов. Володь, последний вопрос. Ну, я здесь немножко дополнения, наверное. Нет, Володь, вопрос, 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 вопрос. Валентин мне присылал треки, и я их обсчитал по своей методике. И получилась тоже достаточно серьезная энергетика. Порядка 30 терра электроновольт. Он сейчас будет проверять. Методика у него уже есть. Спасибо. Спасибо, спасибо за вопрос, комментарий. Это тоже было полезно. Спасибо. Друзья, мы исчерпали программу нашего утреннего заседания. По-моему, последний доклад получился очень интересным. Да и те остальные доклады тоже были каждый по-своему интересен. Это было такое, ну, заключительное регулярное заседание нашей конференции. Будет еще одно заседание завершающее, где будет у нас выступать Жак Руе с обзором. Жак Руе Франции с обзором результатов ICCF 24 и Иваховым 15, вот эта европейская и мировая конференции, которые были в этом году. И после этого мы завершим нашу конференцию. Друзья, на этом я завершаю это заседание. И всех ждем 16 часов на заключительное заседание конференции. Спасибо всем. Спасибо.